Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные. Из 54 депутатов Законодательного собрания присутствует 50. Уважаемые коллеги, сейчас необходимо зарегистрироваться с помощью электронных карточек. Просьба включить режим регистрации. Продолжение следует... Результаты на экранах. Кворум имеется. Заседание Законодательного собрания Кировской области правомочное и объявляется открытым. На заседании приглашены и присутствуют исполняющие обязанности губернатора Кировской области Игорь Владимирович Васильев, депутат Государственной Думы Кирилл Игорь Черкасов, члены правительства области, руководители органов государственной власти области и территориальных подразделений федеральных органов власти, представители муниципальных образований, общественных организаций, средств массовой информации. Просьба на время заседания отключить средства мобильной связи или перевести их в режим совещания. Уважаемые коллеги, на февральском заседании мы приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Дмитриевича Волоскова по его личному заявлению. 16 марта избирательная комиссия области приняла решение о передаче освободившегося мандата. У нас появился новый депутат. Это Александр Владимирович, Александр Иванович Владимиров от партии «Единая Россия». Прошли период между честными. Балышевкин Юрий Александрович, Бокарев Роман Евгеньевич, Каримулина Александра Ивановна. Сандалов Леонид Витальевич, Киришков Юрий Игоревич. Шихова Светлана Юрьевна. Уважаемые коллеги, на днях Кировской области в Совете Федерации почетной грамотой Совета Федерации и знаком награжден Бакин Владимир Гаврилович. И по поручению председателя Совета Федерации Матриенко Валентин Иванович решите вручить почетную грамоту и памятный знак. Аплодисменты. 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 рассмотреть вопросы, включенные в розданный вам сегодня проект повестки. По сравнению с розданным ранее примерным перечнем вопросов, произошли следующие изменения. По просьбе депутата Государственной Думы Кирилла Игоря Черкасова, включен вопрос информации о его деятельности в Государственной Думе. Дополнительно включен вопрос о внесении изменений в постановление Закодательного собрания 24 марта 2016 года о законодательной инициативе Закодательного собрания области во внесение в Государственную Думу проекта федерального закона о внесении изменений в статью 174 ЖК РФ. Данный вопрос был рассмотрен на заседании профильного комитета и рекомендован им включению в проект повестки. Исключен из проекта повестки по просьбе субъекта законодательной инициативы с переносом на неопределенный сног вопрос о проекте закона номер 76-6 о внесении изменений в статью 7 Закона области о реализации отдельных положений ЖК РФ в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории области. Ставлю на голосование вопрос о принятии предложенного проекта повестки и заседания за основу. Прошу голосовать. За 51 против воздержалось нет. Решение принято. Будут ли еще замечания и предложения по повестке? Прошу слово в разном. Принимается. Пожалуйста, Василий Гуприянович. Прошу слово в разном. Принимается. Будут ли другие предложения? Ставлю на голосование вопрос о принятии повестки и заседания в целом. Прошу голосовать. За 50 против воздержалось нет. Решение принято. Переходим к рассмотрению вопросов в повестке заседания. Первый вопрос. О проекте Закона области об Общественной палате Кировской области. Второе. Чтение. Слово предоставляется Юрию Александровичу Балыберну, председателю комиссии по регламенту депутатской этики, реализации депутатских полномочий, вопросам информационной политики и взаимодействия с институтами гражданского общества. Пожалуйста, Юрий Александрович. Уважаемые коллеги, рассматриваемый проект Закона был принят в первом чтении в декабре 2016 года. В установленный срок мной были направлены три поправки. Две из них носят технический характер. И одна поправка касается уменьшения количества состава членов Общественной палаты с 51 до 48, как это в настоящий момент и есть. Таблица поправок у вас имеется. Ответственная комиссия рекомендует принять проект Закона об Общественной палате во втором окончательном чтении с учетом поправок. Спасибо. Пожалуйста, вопросы к Юрию Александровичу. Ставлю на голосование вопрос о принятии поправок, рекомендованных к принятию профильной комиссии. Прошу голосовать. За 49, против, воздержалось нет. Решение принято. Ставлю на голосование вопрос о принятии данного проекта Закона в окончательной редакции с учетом принятых поправок. Прошу голосовать. За 51, против, воздержалось нет. Закон принят. Переходим к следующему вопросу. О проекте Закона области о внесении изменений в закон Кировской области о бюджете Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. В двух чтениях слово предоставляется Светлане Васильевне Юрловой, директору Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования. Пожалуйста, Светлана Васильевна. Доброе утро, уважаемые депутаты. Разрешите представить на ваше рассмотрение проект закона Кировской области о внесении изменений в закон Кировской области о бюджете Кировского областного территориального фонда ОМС на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Бюджет фонда исполняется на основании закона Кировской области от 30 ноября 2016 года номер 22 ЗО. В результате вносимых изменений на 2017 год общий объем доходов фонда уменьшается на сумму 637,5 млн. рублей и составит 13,4 млрд. рублей. Изменения связаны с уменьшением развера субвенций Федерального фонда в размере 630,6 млн. рублей на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в соответствии с федеральным законом от 19 декабря 2016 года номер 418 ЗО о бюджете Федерального фонда ОМС на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Из доходов исключается межбюджетный трансферт в сумме 9,7 млн. рублей, передаваемый фонду на финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенный в базовую программу ОМС в связи с направлением данных средств бюджета области. Также в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 24 января 2017 года номер 60 уменьшается межбюджетный трансферт из областного бюджета на санавиацию в размере 8,9 млн. рублей. Размер единобременный выплат медицинским работникам увеличивается на сумму 28,2 млн. рублей в соответствии с распределением в 2017 году иных медбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС. Возвращается также остаток средств в областной бюджет в размере 94,4 млн. рублей в связи с возвратом страховой медицинской организации целевых средств ввиду неполного использования в 2016 году межбюджетных трансфертов. Возвращается остаток средств в бюджет Федерального фонда медицинского страхования в размере 16,5 млн. рублей в соответствии с пунктом 5 ст. 242 Бюджетного кодекса РФ. Общий объем расходов фонда уменьшается на 627 млн. рублей в составе 13,4 млрд. рублей. Изменения расходной части бюджета фонда в разрезе статей следующие. Уменьшается объем расходов на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования за счет субвенции Федерального фонда в размере 643,6 млн. рублей. Уменьшается размер софинансирования расходов областного бюджета, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, гражданам РФ в сумме 9,7 млн. рублей в связи с направлением данных денежных средств в бюджет области. Уменьшается объем расходов на сумму 8,9 млн. рублей на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в части дополнительного финансового обеспечения неустановленной базовой программы ОВС в части санитарной авиационной эвакуации. Увеличивается расход на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС в сумме 6,9 млн. рублей. Увеличиваются расходы на 28,2 млн. рублей на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в соответствии с распределением в 2017 году иных безбюджетных трансфертов. Размер средств нормированного страхового запаса увеличивается на 598,6 млн. рублей и составит 1,7 млрд. рублей. Расчетный предельный размер составляет 1,9 млрд. рублей в соответствии с федеральным законом от 29 ноября 2010 года номер 326 ФЗ об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации. Остаток денежных средств на конец 2017 года прогнозируется в объеме 164,8 млн. рублей. На плановый период 2018-2019 годов остаток денежных средств прогнозируется в объеме 11,3 млн. рублей. Дефицит бюджета фонда составит 10,5 млн. рублей. В результате вносимых изменений на плановый период 2018-2019 годов произойдет уменьшение доходной и расходной части бюджета на 9,7 млн. рублей и составит 15,5 млн. и 16,3 млрд. рублей соответственно. Уважаемые депутаты, прошу утвердить законопроект в двух чтениях. Спасибо. Пожалуйста, вопросы к Светлане Васильевне. Слово предоставляется Юрий Николаевич Лаптеву, представителю контрольно-счетной палаты области. Замечаний по внесенному законопроекту УКСП нет. Поддерживаем его принятие в двух чтениях. Слово предоставляется Владимиру Гавриловичу Бакину, представителю комитета по бюджету, налогам и иным доходным источникам и контролю за эффективным использованием бюджетных средств. Комитет рекомендует принять данный законопроект в двух чтениях. Ставлю на голосование вопрос о принятии в первом чтении данного проекта закона. Прошу голосовать. За 43 против 7 воздержался 1. Решение принято. Ставлю на голосование вопрос о принятии данного проекта закона в окончательной редакции. Прошу голосовать. За 40 против 7. 3 воздержалось. Закон принят. Переходим к следующему вопросу о проекте закона области о внесении изменений в закон Кировской области о почетных званиях Кировской области в двух чтениях. Слово предоставляется Валерию Владимировичу Басюку, председателю комитета по законодательству и местному самоуправлению, автору законодательной инициативы. Добрый день, уважаемые коллеги. Законопроектом вносятся изменения в закон области о почетных званиях Кировской области в части учреждения почетного звания Кировской области «Заслуженный юрист Кировской области». Предлагается почетное звание «Заслуженный юрист Кировской области» присваивать высокопрофессиональным юристам за личные заслуги в совершенствовании законодательства Кировской области, в защите прав, свобод и законных интересов граждан, в укреплении законности и правопорядка, в повышении правовой культуры в обществе, в развитии юридических наук и подготовке к квалифицированных юридических кадров. Порядок и условия присвоения почетного звания Кировской области «Заслуженный юрист Кировской области» будет утверждаться правительством Кировской области. Почетное звание «Заслуженный юрист» учреждено в 36 субъектах Российской Федерации, 9 из которых входят в состав Приволжского федерального округа. Учреждение в Кировской области почетного звания «Заслуженный юрист Кировской области» инициировано Общественным советом при Министерстве юстиции Кировской области, поддержано в Рио губернатора Кировской области и Кировским региональным отделением Ассоциации юристов России. Реализация законопроекта не влечет дополнительных расходов средств областного бюджета. Профильный комитет по законодательству и местному самоуправлению рекомендует принять проект закона в двух чтениях. Благодарю вас. Спасибо. Вопросы к Валерию Владимировичу. Ставлю на голосование вопрос о принятии в первом чтении данного проекта закона. Прошу голосовать. Вопросы к Валерию Владимировичу. Ставлю на голосование вопрос о принятии данного проекта закона в окончательной редакции. Прошу голосовать. За 47 против нет. 2 воздержалось. Закон принят. Следующий вопрос о проекте закона области о внесении изменений в закон Кировской области об организации предоставления государственных услуг в Кировской области в двух чтениях. Слово предоставляется Александру Владимировичу Зорину, исполняющему обязанности министра информационных технологий и связи Кировской области. Пожалуйста. Уважаемый Игорь Владимирович, уважаемый Васильевич, уважаемые коллеги. В нашем своем выступлении хочу отметить следующее. В конце декабря 2016 года был принят федеральный закон номер 471, в соответствии с которым были внесены изменения в 210 федеральный закон в части отмены обязательности выдачи ОЭК на все территории Российской Федерации. Здесь хочу отметить, что ранее обязательная выдача ОЭК всем гражданам России планировалась с 2014 года, потом неоднократно переносилась. И уже новый закон отменяет выдачу обязательного ОЭК в принципе с 1 января 2017 года. Таким образом, нами подготовлен проект регионального закона, который приводит региональные нормы в соответствии с федеральным законодательством. Хочу также отметить, что ОЭК, которые были выданы до 31 декабря 2016 года, могут применяться до истечения сроков действия. При этом региональные приложения на ОЭК в Кирской области не размещались. Поддержка федеральных приложений заканчивается с марта, с апреля, точнее этого года. Таким образом, начиная с апреля 2014 года, ОЭК, которые были выданы ранее, могут быть использованы только в качестве банковских приложений. Хочу отметить, что за весь период реализации проекта в Кирской области, начиная с 2013 года по конец 2016 года, на территории Кирской области было выдано чуть более 2,5 тысяч универсальных электронных карт. И нужно отметить, что востребованности, если граждан, они не имели. Следует также отметить, что принятие федерального закона и принятие сейчас регионального закона, оно отвечает экономическим интересам регионального бюджета. Мы за 4 года потратили около 4,5 миллионов рублей на реализацию эмиссии карт и на обязательные платежи федерального полноучения организации ОАО «ОЭК». Ну и, соответственно, с января этого года эти платежи мы уже не планировали, и соответствующие расходы региональный бюджет уже нести не будет. В связи с этим, ну еще хочу отметить, что в разные годы, вот за период реализации проекта, стоимость одной карты варьировалась от 350 рублей до 750 рублей. И в целях реализации, ну, федерального закона, поручения президента, как вы знаете, что мы до конца 2017 года должны были, должны обеспечить получение услуг гражданам в электронном виде, то есть не менее 70% граждан должны получать услуги в электронном виде. По нашим данным, это чуть более 500 тысяч человек должны быть зарегистрированы, не только на портале, но и должны были бы владеть универсальными электронными картами, соответственно, то есть расходы бюджета могли составить до полмиллиарда рублей. Вот принятие федерального закона, собственно говоря, позволяет нам такие расходы не нести и средства сэкономить. Коллеги, я кратко все, готов ответить на вопросы. Спасибо. Пожалуйста, вопросы к Александру Удивичу. Пожалуйста. Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, там 2,5 тысячи карт было выдано небесплатно у населения. А население получало безвозмездно, в соответствии с законом. Не платило ли? Нет, конечно. Хорошо, спасибо. Если вопросов нет, слово предоставляется Юлию Александровичу Балыберне, председателю комиссии. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, проект закона рассмотрен и рекомендован ответственной комиссии к принятию в двух чтениях. Спасибо. Ставлю на голосование вопрос о принятии в первом чтении данного проекта закона. Прошу голосовать. За 50, против, нет, воздержался один. Решение принимается. Ставлю на голосование вопрос о принятии данного проекта закона в окончательной редакции. Прошу голосовать. За 48, против, нет, воздержался один. Закон принят. Следующий вопрос о проекте закона области о внесении изменений в закон Кировской области о формах и порядке предоставления меры социальной поддержки по обеспечению ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, жильем за счет средств федерального бюджета. В двух чтениях. Слово предоставляется Ольге Юрьевне Шулятьевой, исполняющей обязанности министра социального развития области. Пожалуйста, Ольга Юрьевна. Добрый день, Игорь Владимирович, уважаемые депутаты. Проект закона Кировской области о внесении изменений в закон Кировской области о формах и порядке предоставления меры социальной поддержки по обеспечению ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, жильем за счет средств федерального бюджета, подготовлен в целях приведения этого закона 32-го от 1 августа 2006 года в соответствии с федеральным законом 210-м от 27 июля 2010 года об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, в части предусматривающей запрос необходимых для предоставления меры социальной поддержки документов и сведений в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в уполномоченных органах, предоставляющих соответствующие документы и информацию. Также законопроектом предусмотрена возможность заявителя не только лично предоставить заявления и документы в уполномоченный орган или многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, но и направить их посредством курьерской связи или через портал государственных и муниципальных услуг. В федеральный закон от 21 июля 1997 года номер 122 ФЗ о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесены поправки, согласно которым Росреестр с 15 июля 2016 года прекратил выдачу свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество. И соответственно сейчас единым документом, подтверждающим право собственности, является выписка из Единого государственного реестра недвижимости. Таким образом документ, именно свидетельство о государственной регистрации права, заменено выпиской из Единого государственного реестра, которое также будет запрашиваться путем межведомственного взаимодействия, то есть в электронном виде без представления документа гражданина. Также законопроект предусматривает право гражданина, который включен в список граждан-получателей социальной выплаты, отказаться от получения меры социальной поддержки путем исключения его из сводного реестра и списка граждан на основании личного заявления. Ранее такого основания в закон включено не было. При этом за гражданином сохранится право на включение в сводный реестр и список граждан-получателей социальной выплаты по его заявлению. Если на дату обращения он не утратил статус нуждающегося в жилом помещении и право на получение социальной выплаты. Проект закона Кировской области не повлечет дополнительных расходов областного бюджета. Прошу поддержать принятие закона проектов, предлагаемой редакцией в двух чтениях. Но параллельно для сведения хотела бы сообщить о том, что у нас обеспечение жильем – это средства федерального бюджета. В 2016 году у нас за счет средств федерального бюджета было обеспечено 87 человек по 714 указу президента. Это у нас ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и члены их семей. А также тоже 87 человек – это по 181 и 5 федеральному закону. Это у нас ветераны-инвалиды боевых действий, семьи с детьми и члены таких семей. Хотелось бы сказать, что по состоянию на 1 января 2017 года у нас 41 человек состоят на улучшении жилищных условий и на получение данной меры. Это по 714 указу президента и один из 41 человека – это человек, который имеет внеочередное право инвалид Великой Отечественной войны. По нему сейчас сделан запрос в Минтруд. И, соответственно, у нас в этом году уже соглашения с Минстроем заключены. И точно так же планируется получение субвенций из федерального бюджета 35 миллионов. Это на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. И, соответственно, 52 миллиона – это на обеспечение жильем, выплаты на жилье. Это ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды и семьи с детьми. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопросы к Ольге Юрьевне. Пожалуйста, Юрий Александрович Бавлович, Сергей Сергеевич Гущин, пожалуйста, председатель комитета по социальным вопросам. Уважаемые коллеги, комитет рекомендует принять данный законопроект в двух чтениях. Ставлю на голосование вопрос о принятии в первом чтении данного проекта закона. Прошу голосовать. За 49 против 1 воздержался 1. Решение принято. Ставлю на голосование вопрос о принятии данного проекта закона в окончательной редакции. Прошу голосовать. За 49 против нет. Воздержался 2. Закон принят. Следующий вопрос о проекте закона области о социальной защите инвалидов в Кировской области. Первое чтение. Пожалуйста, Ольга Юрьевна, вам слово. На рассмотрение законодательного собрания вносится законопроект, который разработан Министерством социального развития Кировской области совместно с заинтересованными органами исполнительной власти в сфере занятости населения, здравоохранения, образования и в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. В связи с вступлением в силу с 1 января 2016 года федерального закона от 1 декабря 2014 года номер 419 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов в Кировской области, принят закон Кировской области от 27 ноября 2015 года номер 596 о внесении изменений в отдельные законы. Данным областным законом внесены изменения в 13 законов Кировской области в сфере культуры, содействия занятости, социального обслуживания, образования, спорта, здравоохранения, транспорта, градостроительной деятельности и предоставления государственных услуг. Однако неурегулированными остались такие важные сферы жизнедеятельности инвалидов, как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, так как в Кировской области в указанных сферах региональных законов не принято. В связи с чем был подготовлен данный законопроект, основой которого являются нормы федерального закона 181 о социальной защите инвалидов Российской Федерации. Закон определяет обязанности юридических лиц в Кировской области, независимо от их организационно-правовых форм, обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам, а также обязанность работодателей по квотированию рабочих мест для инвалидов. Финансирование расходов, связанных с реализацией вышеуказанных мероприятий, будет осуществляться в рамках отраслевых государственных программ Кировской области, муниципальных программ в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджетной системе Российской Федерации на очередной финансовый год. Расходы на проведение мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам, будут осуществляться за счет средств собственников объектов и других источников незапрещенных законодательств. В ходе подготовки законопроекта поступили предложения по его доработке от Кировской областной организации Общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов, регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию». Часть предложений были учтены. Так, мы посчитали уместным включить в проект закона норму, где работодателям, численность работников которых составляет от 30 до 100 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере не выше 3% средней списочной численности. Эта норма предусмотрена в федеральном законе в 181, но не является обязательной, а может быть установлена региональными законами. А также включены обязанности работодателей в соответствии с установленной квотой для приема на работу создавать или выделять рабочие места, а также условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалидов и представлять информацию, необходимую для организации занятости инвалидов. Хотелось бы отметить, что у нас как раз конвенция по правам инвалидов в первую очередь говорит о том, чтобы инвалиды могли интегрироваться в общество, в первую очередь путем занятости инвалидов. Для сведений могу сообщить, что по данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области на 1 января 2017 года общее количество инвалидов, проживающих в области, составляет 132 960 человек. Из них детей инвалидов 4001 человек, инвалидов трудоспособного возраста 30 904 человека, это 23% от общего количества инвалидов. Осуществляет трудовую деятельность 7061 инвалид трудоспособного возраста, из них 2567 трудоустроены на созданные или выделенные в счет установленной квоты для приема на работу инвалидов рабочие места. Учитывая, что правоотношения, регулируемые законопроектом, являются социально значимыми и направлены на обеспечение инвалидов равными с другими гражданами возможности в реализации своих гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, прошу поддержать принятие данного законопроекта в первом чтении. При принятии законопроекта не потребуется дополнительных расходов из областного бюджета. Спасибо. Пожалуйста, вопросы к Ольге Юрьевне. Пожалуйста. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Мы, конечно же, поддерживаем, но считаем, что в первом чтении проект нуждается действительно в доработке, потому что те нормы, которые прописаны, чтобы они соблюдались, нужно необходимо ввести, прописать ответственность. Ну и понятно, что не только наказывать, но и как-то стимулировать, может быть, этот момент какой-то учесть. Мы, безусловно, только поддерживаем Ваше предложение и точно так же будем и обсуждать, и анализировать все, что поступит для доработки данного законопроекта. То есть мы пока сделали законопроект, чтобы по максимуму учесть как предложение общественных организаций, так и, соответственно, исходя из возможностей областного бюджета. Спасибо, Светлана Юрьевна. Пожалуйста, Ольга Юрьевна. Спасибо большое. Добрый день, коллеги. Что касается квотирования рабочих мест, на мой взгляд, вот эта статья закона совсем не проработана. Мнение руководителей предприятий с моим, я думаю, совпадает, по крайней мере, с теми, с кем общался, точно совпадает, потому как мы опять-таки обезуем предприятия, но не стимулируем. То есть причем обезуем, как-то странно обезуем, но без ответственности. Вроде бы как вы должны, но если вы нормы закона не выполните, собственно говоря, ничего страшного не случится. Поэтому предлагаю всем коллегам эту статью доработать, статью седьмую, и, может быть, предусмотреть меру стимулирования принятия инвалидов на работу. Тогда действительно закон заработает. Спасибо. Спасибо. Если можно, да, просто маленькую ремарочку. У нас, учитывая, что 130 тысяч инвалидов, это практически, кажется, десятый житель. Соответственно, не обязательно создавать дополнительные рабочие места, либо специально оснащенные рабочие места. То есть это может быть уже и выделенные рабочие места за счет тех работников, которые есть на рабочих местах, но, к сожалению, имеют группу инвалидность. Поэтому мы, да, безусловно, тоже примем участие в рассмотрении всех предложений. Спасибо. Еще вопросы? Мнение профильного комитета. Дорожаемые коллеги, комитет рекомендует принять в первом чтении. Значит, просьба направлять ваши предложения и поправки до 7 апреля. Спасибо. Ставлю на голосование вопрос о принятии в первом чтении данного проекта закона. Прошу голосовать. За 48, против нет, воздержался один, решение принято. Следующий вопрос о проекте закона области о развитии российского казачества на территории Кировской области. Первое чтение. Слово предоставляется Николаю Ивановичу Улько, депутату Законодательного собрания, автору законодательной инициативы. Пожалуйста, Николай Иванович. Добрый день, уважаемый Игорь Владимирович, уважаемые депутаты. Проект закона области разработан в соответствии с федеральным законом от 5 декабря 2005 года номер 154 Государственной службы российского казачества и указом президента Российской Федерации от 7 октября 2009 года номер 1124 об утверждении положения о порядке принятия гражданами Российской Федерации, являющейся членами казачьих обществ, обязательств к понесению государственной или иной службы. Основная цель настоящего проекта – законодательно определить правовую и организационную основу деятельности казачьих обществ на территории Кировской области. Следует отметить, что в 19 уже субъектах Российской Федерации вопрос поддержки российского казачества урегулированы на законодательном уровне. Положение законопроекта распространяется только на казачьи общества, внесенный в Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации и осуществляющий свою деятельность на территории Кировской области. Данный законопроект устанавливает полномочия органов государственной власти Кировской области в сфере развития российского казачества на территории Кировской области. Предусматривает привлечение членов казачьих обществ к несению службы в форме прохождения государственной гражданской службы Кировской области и оказания содействия органам исполнительной власти Кировской области в осуществлении установленных им задач и функций на основе договоров соглашений. Определяет основные направления и формы государственной поддержки казачьих обществ. Принятие закона не повлечет дополнительных расходов областного бюджета, так как государственную поддержку казачьих обществ предполагается осуществлять в рамках государственных программ Кировской области в пределах средств, предусмотренных бюджетом Кировской области для их реализации на соответствующий финансовый год. Следует отметить, что принятие закона позволит реализовать на территории области положение стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утвержденное президентом Российской Федерации в 2012 году. Положение законопроекта согласовано с прокуратурой Кировской области. На законопроект получено положительное заключение врыва губернатора Кировской области Игоря Владимировича Васильева. Также на проект имеется положительное заключение правового управления аппарата законодательного собрания Кировской области. Прошу депутатов поддержать данный законопроект и принять его в первом чтении. Спасибо. Пожалуйста, вопросы к Николаю Ивановичу. Пожалуйста, Сергей Павлинович. А заключение прокуратуры и Минюста есть? Вы не сказали. Конечно, я сказал. Я Минюст, извиняюсь, забыл, Минюста тоже есть. Положительное, конечно. Сергей Павлинович, вы же знаете, как казачество в свое время одним указом уничтожили, как вас, а потом дописали, способный к самовозрождению. Еще вопросы к Николаю Ивановичу. Мнение профильной комиссии. Проект закона рассмотрен и рекомендован ответственной комиссии к принятию в первом чтении. Спасибо. Ставлю на голосование вопрос о принятии в первом чтении данного проекта закона. Прошу голосовать. За 46. Против. Нет. Воздержалось. Нет. Решение принято. Следующий вопрос о проекте закона области о внесении изменений в статью 2 примечания первого закона Кировской области о ставках платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Первое чтение. Слово предоставляется Максиму Николаевичу Кочеткову, исполняющему обязанности заместителя председателя правительства Кировской области. Пожалуйста, Максим Николаевич. Уважаемый Игорь Владимирович, уважаемый Владимир Васильевич, уважаемые депутаты Законодательного собрания и коллеги, по поручению исполняющей обязанности губернатора Кировской области Игоря Владимировича Васильева правительством Кировской области, за последнее время принят ряд мер, направленных на повышение прозрачности и эффективности в сфере использования лесов, а также пресечения и недопущения незаконного оборота древесины. В частности, в декабре 2016 года принят фундаментальный закон 31 ЗОО об организации деятельности пунктов приема и переработки древесины на территории Кировской области, которым регламентирована деятельность пунктов приема и переработки древесины. В целях реализации указанного закона разработан проект постановления правительства Кировской области об учете пунктов приема и переработки древесины, который будет принят в ближайшее время. Также разработан проект закона, предусматривающий административную ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушение требований данного закона. Подписан совместный приказ между прокуратурой области и ОМВД России по Кировской области и профильным министерством, который направлен на пресечение незаконных рубок лесных насаждений. В рамках данного приказа за три месяца текущего года уже проведено порядка 450 совместных проверок. Дополнительно созданы мобильные группы из числа государственных лесных инспекторов, лесничих и сотрудников правоохранительных органов для контроля и соблюдения лесного законодательства лесопользователями. Наряду с мерами по усилению контроля политика правительства Кировской области направлена на поддержку проживающих на территории региона граждан и повышение уровня их благосостояния. Одной из таких мер является оказание государственной помощи гражданам, которые в ней нуждаются, а также гражданам, имеющим особые заслуги перед государством. В этих целях правительством Кировской области разработан проект закона о внесении изменений в статью 2.1 закона Кировской области о ставках платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Необходимость принятия законопроекта обусловлена следующими обстоятельствами. В соответствии с положением лесного кодекса Российской Федерации, части 1, статьи 40, гражданам предоставлено право заготавливать древесину для следующих целей. Это отопление, возведение строения, а также для иных собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. Для отопления жилых домов гражданам предоставляется до 15 кубометров в год на одну семью, проживающие на жилплощади с печным отоплением. Для строительства индивидуального жилого дома до 150 кубометров один раз в 30 лет, либо до 300 кубометров на одну семью, если эта семья признана многодетной. Данные нормы регламентированы статьей 3 закона Кировской области, номер 101 ЗО о порядке нормативы заготовки гражданной древесины для собственных нужд. Ставки платы по договорам купли-продажи устанавливаются органами государственной власти, субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 76 лесного кодекса. В нашем регионе ставки платы установлены законом Кировской области номер 100 ЗО от 2007 года. Ежегодно Министерством лесного хозяйства Кировской области заключается с гражданами от 11 до 14,5 тысяч договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд с общим объемом заготовки порядка 400-500 тысяч кубометров. От указанных договоров в бюджет Кировской области ежегодно поступает порядка 20-23 миллиона рублей. В 2016 году с гражданами было заключено более 11 тысяч договоров купли-продажи лесных насаждений с общим объемом заготовки около 350 тысяч кубометров. В областной бюджет поступило порядка 20 миллионов рублей. Средняя стоимость за один кубометр древесины по таким договорам в 2016 году составила порядка 58 рублей. В 2014 и в 2015 годах около 50 рублей. Отопление жилых домов дровами – это одна из основных потребностей большинства сельских жителей, без удовлетворения которых они не смогут обеспечить себя нормальными условиями проживания в холодное время года. Около 30-40% от общего объема заготовленной древесины приходится именно на отопление жилых домов. Для этих целей в 2016 году с гражданами заключены договоры с общим объемом заготовки порядка 150 тысяч кубометров. Законопроектам предлагается для определения платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключаемых в целях отопления жилого дома, установить дополнительные понижающие коэффициенты. К ставкам платы для следующих категорий граждан, которые имеют особые заслуги перед государством и нуждаются в социальной помощи. Нулевой коэффициент для граждан России, удостоенных звания Герой Советского Союза, Героя России, граждан России, являющих полными кавалерами Ордена Славы для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны. Коэффициент 0,5 для граждан России, являющих ветеранами боевых действий на территории Советского Союза, на территории Российской Федерации и на территории других государств, а также инвалидам боевых действий и инвалидам первой группы. Коэффициент 0,7 для граждан, признанных малоимущими, а также граждан России, являющихся инвалидами второй группы. Размеры коэффициентов установлены и распределены, исходя прежде всего из значимости вклада граждан отдельных категорий в судьбу государства и защиту ее суверенитета, а также необходимости оказания таких граждан государственной поддержки. Кроме того, категории граждан сформированы с учетом мнения органов местного самоуправления. Согласно полученной от них информации, на территории области проживает порядка 24 тысяч человек, которые попадают под действие данного законопроекта. В случае, если в течение года все эти граждане обратятся с заявлениями о заключении договоров купли-продажи для отопления жилого дома, потребуется предоставить лесных насаждений с общим объемом заготовки порядка 330 тысяч кубометров. Максимальная сумма недополученного дохода ориентировочно может составить порядка 540 тысяч рублей, либо, если говорить о средних цифрах, то это около 300 тысяч рублей в год по всем категориям граждан. Учитывая принятие закона Кировской области в декабре 2016 года 2018 ЗОО о внесении изменений в закон Кировской области о ставках платы для граждан по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, в котором ставки платы для граждан по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд были увеличены на 1,37 раза, то бюджет Кировской области в 2017 году включительно должен дополнительно получить порядка 5 миллионов рублей. Этот предполагаемый дополнительный доход от увеличения ставок включен в программу финансового оздоровления Кировской области. Таким образом, предлагаемые законопроектом понижающие коэффициенты к ставкам платы для граждан по договорам купли-продажи лесных насаждений не повлекут фактического снижения доходов бюджета Кировской области по отношению к 2016 году. Более того, в параметрах областного бюджета на 2017 год в соответствии с утвержденным законом Кировской области 21 ЗОО о областном бюджете на 2017 и плановый период 2018-2019 годов прогнозируется поступление доходов от платы по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан учтены без повышения ставок платы. Кроме того, в 2017 году Министерством лесного хозяйства Кировской области планируется перевыполнить плановые показатели по доходам от платы за использование лесов по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. В сравнении с 2016 годом плановые показатели на 2017 год по доходам областного бюджета от использования лесов увеличатся почти вдвое. В целом, в 2017 году от лесного комплекса мы планируем получить в бюджет не менее 2 миллиардов рублей. Также необходимо отметить, что вторая часть статьи 2.1 закона Кировской области 100 ЗО 2007 года не изменена и включена в законопроект в действующей в настоящее время редакции. Принятие законопроекта не повлечет за собой получение предусмотренных в нем категории граждан двойной льготы по плате дровяной древесины. Принятие законопроекта является только первым этапом для реализации общей концепции правительства области по организации бесплатной и льготной заготовки древесины для отопления жилых домов. Вторым шагом будет проработка вопроса заготовки дров для отдельных категорий граждан силами подведомственных учреждений Министерства лесного хозяйства. При этом в целях недопущения получения граждан двойной льготы и злоупотребления правом нами будут учитываться положения действующего законодательства, устанавливающие льготы отдельным категориям граждан на приобретение и доставку твердого топлива, то есть дров. Данный вопрос будет прорабатываться совместно с Министерством лесного хозяйства, Министерством финансов и Министерством социального развития Кировской области, а также с Минюстом правительства Кировской области. Таким образом, законопроект направлен прежде всего на соблюдение интересов населения региона и в последующем мы общими усилиями должны создать в регионе такие условия, при которых областной бюджет позволит нам предоставлять гражданам еще больше социальных льгот и повышать уровень благосостояния жителей Кировской области. На основании изложенного прошу поддержать законопроект и проголосовать за его принятие. Доклад закончился. Спасибо за внимание. Спасибо. Пожалуйста, вопросы к Максиму Николаевичу. Пожалуйста. Вы сказали о заслугах, но к вопросу о нуждаемости. Инвалиды первой группы и так называемые дети войны, они крайне нуждаются в нашей поддержке и достойны включения их в категорию нулевой коэффициент. Ввиду того, что ставки платы увеличены, бюджет дополнительных расходов не понесет, но и подготовлена соответствующая поправка. Прошу ее рассмотреть при принятии законопроекта во втором чтении. Готовы рассмотреть в установленном порядке. Пожалуйста, Георгий Анатольевич. Уважаемые коллеги, я хотел бы напомнить, что у нас есть соответствующий порядок внесения подобных вопросов. И вчера комитеты рассматривали соответствующий данный законопроект, и внесения никаких дополнительных вопросов не было. Поэтому в установленном законном порядке есть подача соответствующим образом. И, естественно, порядок этот будет предусмотрен, и комитеты вновь рассмотрят все вопросы, которые будут внесены. Спасибо. Пожалуйста, Владимир Александрович. Да, безусловно, порядок будет соблюден. Просто мы говорили о том, что нужно создавать рабочую группу по подготовке предложений, по финансированию детей войны. Так вот это как раз туда. Я надеюсь, что в скором времени мы соберемся, и этот вопрос будет включен в заседание рабочей группы по подготовке. Спасибо. Дмитрий Александрович, пожалуйста. 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 праздник люди пришли покушать блинов обменяться мнениями друг друга поздравить в конце концов мы сейчас должны это делать по колено в снегу коллеги прошу поддержать предложенный законопроект спасибо пожалуйста еще вопросы пожалуйста не питают я тоже коллеги прошу поддержать потому что все равно при применении действующего закона используются двойные стандарты недавно праздновали годовщину присоединения крыма было мероприятие а если день рождения ленина то мы проводим в парках памятника халтурина от цветочки по одиночке приходится памятнику нести на театралку потому что памятник там к сожалению поэтому я прошу поддержать этот закон внесение поправку этот закон если бы еще вопросы мнение профильного комитета комитет по законодательству и местному самоуправлению рекомендует проект закона отклонить ставлю на голосование вопрос о принятии в первом чтении данного проекта закона прошу голосовать за 15 против 12 23 воздержалась решение не принято переходим к рассмотрению следующего закона о проекте закона области о внесении изменений статью 23 закона кировской области о референдуме кировской области и местном референдуме кировской области первое чтение слово предоставляется валерию владимировичу басику председателю комитета по законодательству и местному самоуправлению автору законодательной инициативы пожалуйста валерий владимирович Уважаемые коллеги! Уважаемые коллеги! Рекомендует принять проект закона в первом чтении. Благодарю вас. Пожалуйста, вопросы к Валерию Владимировичу. Если вопросов нет, ставлю на голосование вопрос о принятии в первом чтении данного проекта закона. Прошу голосовать. За 46 против нет. Два воздержалось. Решение принято. Следующий вопрос о проекте закона области о внесении изменений в статью 8 закона Кировской области о реализации отдельных положений ЖК РФ в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области. Первое чтение. Слово предоставляется Алексею Анатольевичу Бороздину, исполняющему обязанности начальника Государственной жилищной инспекции Кировской области. Пожалуйста, Алексей Анатольевич. Добрый день, уважаемые участники заседания. Проект закона Кировской области о внесении изменений в статью 8 закона Кировской области номер 298 ФЗ от июля 2013 года разработан в связи с принятием федерального закона от 28 декабря 2016 года номер 498 ФЗ, которым были внесены изменения в ЖК РФ. Законопроектом предусматривается уточнение порядка представления владельцами специальных счетов сведений в орган Государственного жилищного надзора. В связи с наличием ежеквартальных отчетов обязанность представления сведений об остатке денежных средств предлагается включить в указанный отчет, исключив обязанность представления ежегодного отчета с данными сведений. Кроме того, законопроектом предлагается установить порядок предоставления лицом, уполномоченным на оказание услуг по представлению платежных документов, на уплату взносов на капремонт, на спецсчет владельцу специального счета сведений о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт. Доклад закончен. Спасибо. Пожалуйста, вопросы, Алексей Анатольевич. Пожалуйста. Да, добрый день, уважаемые коллеги. У меня вопрос не к Алексею Анатольевичу, а к Павлу Валерьевичу, руководителю фонда. Он здесь, наверное, присутствует? Или нет его? Ну, тогда я озвучу, думаю, в протоколе будет записано. Вопрос какой? С сайта фонда пропала информация о зачисленных средствах на момент годовой или поквартальной. У меня какая просьба? На сайте фонда данную информацию отразить, чтобы, условно, каждый мог зайти, посмотреть, сколько там поквартальной, например, собрано средств на реализацию работы фонда. Мы свяжемся с Павлом Валерьевичем и уточним, почему, какие причины. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Мнение профильного комитета. Профильный комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении и установить срок внесения поправок 7 апреля всего года. Спасибо. Ставлю на голосование вопрос о принятии в первом чтении данного проекта закона. Прошу голосовать. За 46 против нет. Воздержался 1. Решение принято. Следующий вопрос об информации о результатах деятельности Управления Министерства внутренних дел России по Кировской области по итогам 2016 года. Слово предоставляется Константину Никандровичу Селянину, начальнику Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области, генерал-майору полиции. Пожалуйста, Константин Никандрович. Уважаемый Владимир Васильевич, уважаемый Игорь Владимирович, уважаемые депутаты и присутствующие. Прошедший 2016 год для Управления Министерством внутренних дел России по Кировской области был сложным и ответственным. В соответствии с указами президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года номер 156 и 157 проведены оргштатные мероприятия. В полном объеме осуществлены мероприятия по созданию и организации деятельности Управления по контролю за оборотом наркотиков и Управлению по вопросам миграции. В состав войск Национальной гвардии переданы подразделения вне ведомственной охраны лицензионно-разрешительной работы СОБР, ОМОН. Предпринятые организационные и практические меры, в том числе в взаимодействии с правительством области, прокуратурой, правоохранительными и контролирующими органами, обеспечили решение большинства стоящих задач в сфере противодействия преступности. Криминальная ситуация в регионе была и остается контролируемой. В целом, проводя анализ состояния преступности за 2016 год, следует сказать, что в органы внутренних дел поступило более 309 тысяч заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях. Зарегистрировано 21 146 преступлений на 14% меньше, чем в 2015 году. В структуре преступности кардинальных изменений не произошло. В целом, снижение преступности отмечается за счет преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности – минус 13%, краж – минус 21%, в том числе и из квартир – минус 5%, грабежей, мошенничеств, поджогов, хулиганств, истязаний, угонов автотранспорта, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Оперативная обстановка характеризуется снижением уровня тяжких и особо тяжких преступных посягательств. Их число сократилось на 22%, в количественном выражении – на 1167 преступлений. Вместе с тем, произошел рост убийств и разбоев на 1%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 5%, фактов вымогательства на 76%. Принимались дополнительные меры, направленные на совершенствование работы по предупреждению, пресечению, раскрытию преступлений. В прошедшем году раскрыто 61,9% преступлений, средний окружной показатель – 59,2%. Разыскано 806 преступников, скрывавшихся от следствия до знания суда, 1500 без вести пропавших граждан. Остаток неразысканных лиц всех категорий снизился на 6,3%. Область имеет лидирующие позиции по показателю раскрываемости умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, краж. Одной из основных задач органов внутренних дел оставалось обеспечение общественного порядка и общественной безопасности. Продолжалась работа по развитию различных форм участия граждан в охране общественного порядка, таких, как народные дружины, народный контроль, казачий патруль, ночной патруль. Численность граждан в дружинах составляет 5343 человека. Из них хочу отметить, что 667 – это сотрудники органов внутренних дел, бывшие пенсионеры. При непосредственном участии народных дружин пресечено более 11 тысяч правонарушителей, раскрыто 13 преступлений. На 8,9% больше раскрыто преступлений, совершенных на улице. Снизилось количество совершенных на улице тяжких и особо тяжких преступлений, умышленных причинений, тяжкого вреда здоровью, побоев, истязаний, грабежей, разбойных нападений, мошенничеств, хищений сотовых телефонов, краж, угонов автотранспорта, хулиганств, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Принимаемые профилактические меры позволили на 14% снизить количество преступлений на бытовой почве. Несмотря на снижение числа несовершеннолетних участников преступлений, количество совершенных ими преступлений, к сожалению, возросло на 0,3% с 620 до 622. Отмечается снижение количества совершенных подростками умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, мошенничеств, угонов автотранспорта, умышленных причинений легкого вреда здоровью и побоев, а также преступлений, совершенных повторно. Повышенное внимание уделено межведомственному взаимодействию по предупреждению правонарушений и стимулированию законопослушного поведения лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных без изоляции от общества. Принимаемыми мерами профилактического характера удалось добиться снижения числа преступлений, совершенных ранее судимыми лицами. Их количество снизилось на 14%. При этом каждый второй из них совершил преступление в состоянии опьянения. Преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, по-прежнему оказывают существенное влияние на криминогенную обстановку в области, рост зарегистрированных на 1,5%. Лицами, находящимися в нетрезвом виде, совершены более половины зарегистрированных преступлений. Это 54%. На их долю приходится 79% всех совершенных убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 61% грабежей и разбоев, 24% краж. В 17 районах области удельный вес преступлений в состоянии опьянения превышает 60%. В 2016 году выявлено 75 преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из них 31 по фактам оборота продукции, не отвечающие требованиям безопасности. В 2015 году таких преступлений было выявлено всего лишь два. К административной ответственности за нарушение в сфере оборота алкогольной продукции привлечено 1200 физических и юридических лиц. Рост составляет 33%. Пресечено 250 правонарушений в сфере оборота спиртосодержащих жидкостей и изготовления суррогатов. Изъято свыше 29 тысяч литров алкоголя, различных лосьонов, настоек, браги и самогона, находящихся в незаконном обороте. Особое внимание в работе полиции уделялось вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Принятые меры способствовали снижению количества дорожно-транспортных происшествий на 4%, погибших на 10% и травмированных граждан на 7%. Тяжесть последствий на 100 пострадавших в ДТП снизилась и составляет 7,8 погибших. Выполнены целевые показатели, установленные указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года номер 598 снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий и федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах. Системная и активная работа проводилась по противодействию экономической преступности и коррупции. В прошедшем году на учет поставлено 901 состав преступлений, связанных в сфере экономики. К уголовной ответственности привлечено 309 лиц за совершение экономических преступлений. Выявлено 374 состава коррупционных преступлений, в том числе 63 факта взяточничества. Средняя сумма по выявленным фактам получения взяток возросла с 74 до 647 тысяч рублей. В сферу нашего внимания попал целый ряд должностных лиц. Так, приговором суда от 5 июля 2016 года осужден к 6 годам лишения свободы и штрафу в размере 126 миллионов рублей. Ковязин, директор муниципального унитарного предприятия ЖКХ Теплосети, зато Первомайский. 29 августа. Приговорен к 3 годам лишения свободы и штрафу в размере 205 тысяч рублей. Нутфулин, начальник дорожного управления номер 23, Вятские автомобильные дороги, депутат Малмыжской районной думы. В марте текущего года приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Ануфриев, глава Департамента развития предпринимательства и торговли Кировской области. В ходе отчета в законодательном собрании в прошлом году Василий Куприянович Сураев задал вопрос по фактам мошеннических действий при поставке минеральных удобрений сельскохозяйственным производителям. Докладываю о завершении расследования уголовного дела по обвинению гражданина Логинова, руководителя ООО «Челябснабкомплект» в совершении мошенничества и легализации отмывания денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений. В целях возмещения причиненного ущерба на имущество Логинова наложен арест на сумму более 6 миллионов рублей. На территории Кировской области и по стране в целом продолжает регистрироваться рост количества хищений, совершенных дистанционно, когда преступники списывают денежные средства с банковских карт кировчан, либо обманным путем провоцируют это сделать добровольно. Так, в 2016 году было зарегистрировано более 1700 таких преступлений, более половины совершены в областном центре. 1100. Общий материальный ущерб, причиненным потерпевшим по уголовным делам данной категории, составил более 60 миллионов рублей. Отмечу, что трудности в раскрытии указанных преступлений связаны с совершением хищения лицами, в основном находящихся на территории других субъектов Российской Федерации. В целях раскрытия данных преступлений было организовано 19 выездов сотрудников органов внутренних дел в другие регионы, такие как Республика Татарстан, Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирский, Ульяновский, Челябинский, Свердловский, Курганской области. Направлено в суд по результатам выезда 88 уголовных дел по фактам дистанционных хищений, по которым, обращая ваше внимание, потерпевшим признано 214 граждан Кировской области. К уголовной ответственности привлечено 84 лица. Остается напряженная оперативная обстановка в сфере незаконного оборота наркотиков. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлено 1372 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Ликвидировано 5 наркопритонов. Из незаконного оборота изъято более 16 килограмм наркотических средств. Перекрыты каналы поставки наркотических средств. В область из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Украины, Китайской Народной Республики к уголовной ответственности привлечено 520 лиц, в том числе 80 сбытчиков и 216 наркоманов. В ходе мониторинга интернет-ресурсов выявлено 454 сайта, в 2015 году 69, содержащих противоправную информацию о способах и методах изготовления наркотиков, местах приобретения и культивирования наркосодержащих растений. Из них 250 заблокировано. В 2015 год было всего 60 заблокировано. Пресечена деятельность двух организованных преступных групп. Задержано 18 участников ОПГ, занимающихся сбытом наркотических средств через интернет. Для примера, в октябре 2016 года пресечена деятельность ОПГ, члены которой сбывались синтетические наркотики бесконтактным способом через тайники. Изъято около 5 килограмм готового наркотика. Это порядка 150 тысяч доз. В том числе, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в городе Саратове и городе Москве. Пресечена деятельность организованной группы, занимающейся сбытом наркотиков через интернет-магазин. Во все тяжкие установлены и задержаны трое жителей города Рязани и гражданин Узбекистана. В ходе проведенных мероприятий перекрыл канал поставки наркотиков участниками данной группы в города Сыктывкар и Мурманск. Из незаконного оборота изъято более 4 килограмм наркотических средств. В целом, за прошедший год выявлено и задокументировано 29 преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп. В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий к уголовной ответственности привлечено 36 участников, в том числе 10 организаторов. В период нарастания агрессии против Российской Федерации для решения целевых задач по противодействию экстремистским и террористическим угрозам из своевременного реагирования на изменения оперативной обстановки в регионе продолжают работать 5 межмедомственных рабочих групп, в состав которых вошли, кроме УМВД, прокуратура, управление Федеральной службой безопасности, следственное управление Следственного комитета и УСИН России по Кировской области. В УМВД в ежедневном режиме осуществляется мониторинг 78 интернет-сайтов на предмет выявления фактов пропаганды и распространения материалов радикального содержания. В прокуратуру направлено 33 материала для решения вопроса ограничения свободного доступа к контенту, содержащего сведения, признанные в судебном порядке экстремистскими, либо для признания распространяемых материалов экстремистскими. По 20 фактам принято положительное решение. К уголовной и административной ответственности привлечено 63 лица за совершение противоправной деятельности, связанной с пропагандой и распространением материалов радикального содержания. 17 к уголовной ответственности и 46 к административной. Уважаемые депутаты, объективно следует признать недостаточно высокий рейтинг неведомственной оценки деятельности полиции, полученный при опросе населения Кировской области. По результатам изучения общественного мнения в 2016 году, в защищенности своих интересов от преступных посягательств уверены 37% опрошенных граждан, 38% доверяют органам внутренних дел в обеспечении личной и имущественной безопасности, 35% оценивают деятельность полиции как эффективную. Данные показатели являются средними по стране в целом. В целях повышения уровня доверия к полиции особое внимание уделяется работе по укреплению взаимодействия с институтами гражданского общества, обеспечению соблюдения прав и законных интересов граждан. Подводя итог, остановлюсь на основных и приоритетных задачах, которые мы ставим на 2017 год. В условиях жестких бюджетных ограничений деятельность управления будет ориентирована. Во-первых, это исполнение указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, государственные программы обеспечения порядка и противодействия преступности, строжайшее соблюдение закона прав и интересов граждан, повышение эффективности принимаемых мер, направленных на борьбу с экстремизмом, предотвращение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействие преступности в сфере экономики и пресечения коррупционных проявлений, предупреждение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, обеспечение реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения, повышение качества и доступности государственных услуг, оказываемых органам внутренних дел. Особое внимание будет уделено обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения значимых общественных мероприятий, в том числе единого дня голосования. Уважаемые депутаты, еще раз выражаю слова благодарности за совместную работу. Уверен, что Кировская полиция способна и готова обеспечить общественным порядок и безопасность граждан выполнить поставленные перед нами задачи. Благодарю за внимание, готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Константин Никандрович. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, Виктор Владимирович. Константин Никандрович, добрый день. Извините, пожалуйста, у нас в Слободском районе, в поселке Вахруши, удалили опорный пункт полиции. После этого возросло количество различных правонарушений, включая разбоя, грабежей и так далее и тому подобное. В Слободском находится всего одна машина, которая может выехать в эти Вахруши, так сказать, и пресечь какое-то правонарушение. Но пока они оттуда выезжают, тут можно убить, три раза закопать и еще три раза выкопать обратно. То есть вы понимаете, просто это первое. Второе, значит, в Слободском на улице Кирова 20 рядом с 14-й школой открыта рюмочная, которую мы пытаемся ее пресечь, как бы как-то всячески закрыть, но никак она не закрывается. А такое ощущение, что полиция ездит туда чисто как на работу, потому что Бобик стоит, как говорится, каждые 20 минут, забирает, увозит, забирает, увозит. То есть такое ощущение, что как бы то ли кормятся этим, план этим выполняют или что каким образом, непонятно. То есть можно ли как-то посодействовать по закрытию вот этой вот штуковины, штуковины, если можно? Ну, по поводу того, что полиция реагирует, все-таки, коль они каждые 20 минут приезжают, увозят оттуда. Нет, это хорошо, конечно. Значит, я так могу сказать, что... Просто рядом детская площадка и школа. И тут же вот это вот все происходит. По-моему, даже рюмочная называется «Бухнем». Значит, ну, на прошлом отчете я сказал, что я не даю разрешения на открытие рюмочных и так далее и тому подобное. И закрыть – это не в моих правах. Поэтому я думаю, и вам, как депутату ЗАГС Собрания, и местным властям необходимо подключить все силы, значит, все вопросы. Адрес я записал. Значит, мы обязательно проработаем еще с управлением обеспечения охраны порядка. У нас даже, извините, я немножко вклиню. Соседи, квартиру, говорит, невозможно продать, потому что квартира сразу в цене падает, как видят эту рядом рюмку. Я говорю, я согласен с вами, тем более сейчас в настоящее время идет опять ослабление, то есть закон Кировской области, то есть мы ослабили, дали возможность больше продавать. Сейчас в настоящее время мы свои предложения, чтобы не было рюмочных, так далее, распивочных, не в жилых домах, не рядом с жилыми домами, и они соответствовали определенной категории. То есть, чтобы в ночное время вот эти так называемые предприятия общественного питания не могли продавать. Поэтому давайте вместе, совместными усилиями. Ну и по вакрушам посмотрите, пожалуйста. То, что от нас зависит, конечно, мы сделаем. Ну а в целом, в целом, значит, я могу только сказать, что по вакрушам количество грабежей, разбоев, вот я по памяти, конечно, говорю, давайте мы более подробно там проанализируем, не увеличилось. Не увеличилось. Ну вы знаете, после того, как постоянно приходит статистика, нет состава преступления, я вообще удивляюсь, что у вас тут происходит, увеличилось, не увеличилось. Виктор Валерьевич, давайте мы будем... Нет, 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 я говорю, давайте посмотрим. Вот те предложения, где нет состава преступления, я говорю, готов рассмотреть, готов все эти вопросы. Но у нас, извините, две декриминализации прошли. Да, это статья 158, часть 1, 116. Поэтому, к сожалению, мы работаем не от убеждения пролетарского, идейного и так далее, и тому подобное, а работаем от действующего законодательства. По-другому мы не можем. Пожалуйста, Сергей Павлинович. Добрый день, Константин Никадрович. В нескольких районах Кировской области возбуждено уголовное дело по так называемой фирме «Аль-Пари». Мы просили это дело, так сказать, в этих районах объединить в одно дело, но, по-моему, оно до сего времени не объединено. Ну и какие результаты предварительного расследования на сегодняшний день именно по этому направлению? Ну, Сергей Павлинович, значит, все вопросы, все ответы, значит, согласовываются у нас с прокуратурой. Вы в курсе, что два человека задержаны по данному уголовному делу? Расследование проводится. К сожалению, объем работы, объем работы большой. И если учесть ваше предложение объединить все эти дела вообще в одно, то мы еще года на два продлим. И за эти два года мы всех освободим из-под сражи, все смогут уже уйти, будем вынуждены изменить. Поэтому совместно с прокуратурой, по согласованию с прокуратурой у нас разработана тактика. И данные уголовные дела, я думаю, первая часть, она уйдет буквально апрель-май, надеюсь. Группа-то там будет, в консультуре. Группа-то там никуда от нее не деться. Когда два человека задержаны у нас по уголовному законодательству, группа два и более, мы же не говорим, что это будет одиночно. Совершенно верно. Спасибо. Пожалуйста, Василий Куприянович. Уважаемый Константин Никанович, действительно, прослушаю Вас доклад и знаю реальную ситуацию, что делать, я скажу, кто работал в МВД, проводит очень большую по многим видам преступлений. Но у меня один вопрос. Вот в прошлом году состоялись выборы, в том числе в законодательные собрания. Было огромное количество материалов бросов, которые исчислялись отдельные выпуски десятками тысяч, другие сотнями тысяч. А в основном они были направлены против двух представителей, кандидатов от двух политических партий, это «Справедливо России» и «Коммунистической партии». Значит, там была такая чернуха, в том числе многих кандидатов обвинялись в уголовных преступлениях, которых они не совершали. На ваше имя, на имя начальнику ФСБ и прокуратуру мной были направлены соответствующие заявления и приложены соответствующие материалы. Дело в том, что эти преступления, это преступления, потому что таким образом отдельные преступные группы двигают во власть законодательную своих представителей и пытаясь не допустить туда других представителей, которые являются законопослушными гражданами. Я получил ответ от УФСБ, я получил ответ от прокуратуры, в которых они ссылаются, что все материалы, все направлено к вам, и этот вопрос, и ответы вы получите до сих пор, ответов не получено. Надо сказать, что были показаны мои помощники и другие общественники, показали места, где хранятся, были изъяты материалы, такие десятки и сотни тысяч экземпляров в гаражах, но ничего, пока ответа я не вижу. А это преступление против конституционного строя. Спасибо. Спасибо большое. Разрешите, я разберусь и отдельно вам дадим ответ. Спасибо. Еще есть вопросы, Константин Никанович? Уважаемые коллеги, я оставлю на голосование вопрос о принятии к сведению информации о результатах деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области по итогам 2016 года. Прошу голосовать. Запись 1. Против. Воздержалось нет. Решение принято. Следующий вопрос о докладе уполномоченному по правам человека в Кировской области за 2016 год. Слово предоставляется Александру Георгиевичу Панову, уполномоченному по правам человека в Кировской области. Пожалуйста, Александр Георгиевич. Добрый день, уважаемый Игорь Владимирович, уважаемый Владимир Васильевич, уважаемые депутаты и приглашенные. В 2016 году в условиях продолжающихся кризисных явлений в экономике страны и области негативные процессы в социально-экономическом развитии общества, хотя и замедлились, но продолжали иметь место. Продолжался рост цен практически на все потребительские товары и услуги, и, как следствие, произошло дальнейшее снижение качества жизни граждан. Реальные доходы населения области, по данным Кировстата, в 2016 году составили лишь 89,4% к уровню 2015 года. В прошедшем году в аппарат уполномоченного поступило 1737 обращений. Наиболее актуальными, как и в прежние годы, являлись вопросы соблюдения прав на предоставление жилья, коммунальных услуг, на социальное и пенсионное обеспечение, на охрану здоровья и доступность медицинской помощи, на труд и вознаграждение за него. Значительное место в структуре обращений занимали жалобы на действия правоохранительных органов, а также связанные с обеспечением прав подозреваемых, обвиняемых осужденных в местах принудительного содержания. Пристальное внимание уполномоченного по правам человека было обращено на соблюдение прав граждан в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы, законодательного собрания, органов местного самоуправления. Проведен мониторинг соблюдения избирательного законодательства. Обращения и жалобы, поступившие в избирательную комиссию, прокуратуру, в аппарат уполномоченного, касались нарушений законодательства о защите персональных данных, при проведении агитации, голосования вне помещения, подсчете голосов избирателей. В то же время, серьезных нарушений в период избирательной кампании, которые бы повлекли признание выборов несостоявшимся, не допущено. По-прежнему актуальна остается тема защиты жилищных прав. По данным Кировстата, на начало 2016 года в Кировской области около 19 тысяч семей 10 лет и более состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Из них чуть более полторы тысяч семей улучшили жилищные условия, причем около 300 из них самостоятельно приобрели жилые помещения. Острая остается проблема неисполнения решения судов о предоставлении жилых помещений. Практически во всех местных бюджетах денежные средства на строительство или приобретение муниципального жилья отсутствуют. Регулярно предусматриваются денежные средства на эти цели только в бюджете муниципального образования город Киров. В прошедшем году судебными приставами области окончено фактическим исполнением только 157 исполнительных производств из 508. С выше года на исполнение находилось 168 исполнительных производств. Остается нерешенной проблема расселения аварийного и ветхого жилья. В сентябре текущего года завершается действие программы переселения. Однако на начало декабря 2016 года переселено менее 60%. В программу переселения не включены расположенные в 18 муниципальных образованиях области дома общей площадью свыше 42 тысяч квадратных метров, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Их количество постоянно увеличивается. Велико число домов, не признанных в установленных порядке аварийными, но таковыми и являющимися. Необходимо продолжение государственной политики по расселению аварийного жилья. Переселение только за счет средств областного и местных бюджетов после 2017 года является весьма проблематичным. Поэтому без федеральной финансовой помощи продолжение программы переселения в последующие годы трудно осуществимо. В 2016 году фактически прекратилось финансирование программы «Служебное жилье». Ее мероприятия были направлены на строительство и предоставление жилья работникам бюджетной сферы. Это была хорошая практика, которая решала сразу несколько проблем. Это обеспечение жильем граждан, закрепление молодых специалистов в профессии, и, что особенно значимо, закрепление врачей, учителей и работников культуры в сельских районах. В период действия программы 2013 года было построено и передано в аренду 397 квартир в 41 муниципальном образовании. Поступающие ко мне обращения работников бюджетной сферы свидетельствуют о том, что необходимо продолжение подобных мероприятий. Остается актуальной проблема капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Не выполнен краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта на 2014-2016 годы. Из запланированных 1872 домов отремонтировано 859. Проверками, проведенными органами прокуратуры, другими контрольными органами, подтверждались жалобы граждан на несоблюдение подрядными организациями качества и сроков выполнения работ, отсутствие должного контроля со стороны фонда капитального ремонта. Почти в два раза возросло количество обращений по вопросам здравоохранения, поступивших в мой адрес, в сравнении с 2015 годом. По-прежнему большая их часть связана с недоступностью медицинской помощи и низким ее качеством. Оптимизация в системе здравоохранения не всегда находит понимание среди населения. В результате оптимизации, по данным нашего Министерства здравоохранения, за 10 лет общее количество медицинских организаций подведомственных министерств снизилось со 198 до 77 ФАПов фельдшерско-акушерских пунктов с 820 до 569, как следствие количества больничных коек с 17 642 до 10 140. Имеется вопрос к качеству медицинской помощи, о чем свидетельствуют данные, в том числе полученные от Следственного управления Следственного комитета по Кировской области, о количестве поступивших в 2014-2016 годах сообщений по фактам смерти граждан, следствия ненадлежащего оказания медицинской помощи. С 2014 по 2016 год их количество возросло в два раза, с 45 в 2014 до 90 в 2016. По результатам их разрешения возбуждено 6, 15 и 7 уголовных дел соответственно. С целью внедрения в систему социальной защиты принципов адресности и нуждаемости были внесены соответствующие изменения в действующее федеральное законодательство. Изменения направлены на усиление адресного подхода в части предоставления мер социальной поддержки гражданам с учетом критериев нуждаемости, а также на перераспределение высвобождающихся в связи с этим средств на поддержку особо нуждающихся граждан с тем, чтобы увеличить им размер выплат. В связи с этим внесены изменения в отдельные законы Кировской области, которые вступили в действие, в том числе и с января текущего года. Введение критериев адресности и нуждаемости определенно снижает уровень доходов в части граждан и отдельных групп населения, которые ранее получали социальную поддержку, что вызывает у них некое недовольство и социальную напряженность. И не учитывать это нельзя. Вызывает обеспокоенность возможное сокращение мер социальной поддержки сельским педагогам. В настоящее время на рассмотрении областного законодательного собрания находится проект закона, в котором предполагается предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений и освещение в ежемесячной денежной компенсации в твердой сумме не более 2400 рублей. Ко мне поступает обращение педагогов, которые прозывают, особенно в северных районах, которые тревожатся по этому поводу. Органы управления образованием северных районов предоставили такую информацию, что максимальный размер сумм, объективно предъявляемых к оплате сельскими учителями за тепловую энергию, ежемесячно составляет от 3300 рублей и выше, и что в некоторых случаях эти 2400 рублей не покроют и половину расходов. Не снижается количество обращений граждан, именующих себя «дети войны», и принятие соответствующего закона области во втором чтении весьма актуально. В 2016 году на заседании Совета по делам инвалидов предгубернаторей области были рассмотрены основные положения специального доклада, уполномоченного о соблюдении прав инвалидов Кировской области. Областным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления даны конкретные поручения, в том числе с учетом рекомендаций уполномоченным, которые позволят более эффективно реализовывать права лиц с ограниченными возможностями, а также принято решение о необходимости принятия областного закона о социальной защите инвалидов, который сегодня, спасибо большое за поддержку, принят вами в первом чтении. В течение прошедшего года уполномоченным посещены все организации социального обслуживания стационарного типа подведомственные Министерству социального развития, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, а также индивидуальных предприятий. В результате проверок свидетельствуют как об улучшении условий жизни проживающих в данных организациях и совершенствовании их материально-технической базы, так и о нерешенности некоторых проблем. По данной теме подготовлен специальный доклад, который также направлен в ваш адрес. Тревожит ситуация с выплатой заработной платы в реальном секторе экономики. Просроченная задолженность за год возросла почти в 4 раза до 25 миллионов рублей. Наиболее крупным предприятием-должником является Белохолуницкий маш-стройзавод, который должен 16 миллионов рублей 237 рабочим. Одним из направлений деятельности уполномоченного по правам человека является защита прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания. Основными вопросами традиционно являются жалобы на условия содержания сотрудников УФСИН, медицинское обслуживание, несогласие с решением судов, нарушение трудового законодательства, обращение о разъяснении действующего законодательства. Много очень обращений в адрес поступает от осужденных по поводу отказа ими судами в условно-досрочном освобождении. В связи с этим 15 декабря прошедшего года подготовлено и проведено межведомственное совещание по проблемам применения норм условно-досрочного освобождения и освобождения от отбывания наказания в связи с болезнью, в работе которого приняли участие заместитель председателя Кировского облазного суда, представитель управления Минюста России УФСИН, прокуратура области, адвокаты, члены общественного совета при УФСИН, общественные наблюдательные комиссии. По результатам совещания была принята резолюция, в которой указан перечень конкретных предложений и рекомендаций для разрешения существующих вопросов. Седьмой год подряд уполномоченным совместно с правительством Кировской области в ноябре проводится месячник правового просвещения, цель которого – привлечь внимание жителей области к необходимости повышать правовую культуру в целях недопущения нарушения своих прав. В 2016 году была продолжена организация ежемесячных юридических консультаций для жителей Кировской области на выездных приемах в районах области совместно с представителями областной прокуратуры, ОМВД, федеральных структур органов местного самоуправления. В 2016 году оказана помощь гражданам в 29 муниципальном образовании. Сегодня, как никогда особенно актуальна задача – снижение социальной напряженности в обществе, нужно ориентировать граждан на законные и цивилизованные средства защиты своих прав и интересов, стремиться не к противостоянию, а к диалогу. В этих непростых условиях уполномоченный по правам человека надеется на продолжение совместной, каждодневной, честной и конструктивной работы с органами законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительными структурами, институтами гражданского общества, направленной на помощь людям в их поседневной жизни, на безусловное обеспечение и реализацию их прав и свободы. Спасибо за внимание, поддержку и совместные действия. Спасибо, Александр Георгиевич. Пожалуйста, вопросы. Мнение профильного комитета. Вопрос? Пожалуйста. Сергей Павлинович, пожалуйста. Александр Георгиевич, очень замечательный и содержательный доклад. Он отражает ту ситуацию в Кировской области, которая сегодня есть, она имеет место быть, особенно в социально-экономической ситуации. Но единственное, в докладе сказано, прошедшие выборы 2016 года прошли спокойно. А сейчас мой коллега Василий Куприянович Сувраев правильно задал вопрос, с моей точки зрения, нашему руководителю управления внутренних дел. Вот против только моей скромной кандидатуры было напечатано полтора миллиона подметных газет, не существующей той, так сказать, грязи, которую вылили эти группы. Понимаете? А это, по сути дела, если взять сегодня и посмотреть основной закон Российской Федерации, Конституцию, то это насильственный захват власти. Понимаете? А вот все хорошо в вашем, так сказать, сегодня докладе, еще раз хочу подчеркнуть, замечательно, цифры, факты. И это не та вода, которую раньше ее лили, вот с этой трибуны, ваши предшественники. А сегодня доклад действительно содержательный и очень актуальный. Поэтому мы всецело поддерживаем вот то предложение, которое вы сказали, что надо сегодня консолидировать гражданское общество, не допускать дестабилизации. Но, к сожалению, к сожалению, это происходит. Происходит это, с моей точки зрения, отсутствие диалог между исполнительной властью и гражданским обществом, как сегодня принято это называть, исполнительной и законодательной властью. Потому что нельзя делить людей на белых и красных, на своих и чужих. Вы, наверное, со мной, так сказать, согласитесь по данному предложению. Благодарю за внимание. Спасибо. Я думаю, это выступление или вопрос, Сергей Павлович. Я думаю, почему вы оцениваете сегодня ситуацию, которая сложилась во время... В общем, в докладе это все достаточно подробно изложено. Я говорю, тех нарушений, которые бы могли повлечь отмену выборов на том или ином участке, не допущено. А все эти вопросы, которые вы говорите, в том числе и по квалификации каких-то действий, конечно, давайте будем смотреть, возвращаться. Мы живем в перманентном избирательном процессе, поэтому будем работать. Уважаемые коллеги, по итогам рассмотрения вопроса комитетом по законодательству и местному самоуправлению подготовлен и рекомендован к принятию проект постановления. Его текст у вас на руках имеется. Уважаемые коллеги, ставлю на голосование вопрос о принятии постановления, предложенного ответственным комитетом. Проект вам сегодня роздан. Прошу голосовать. За 51, против нет, воздержалось нет, принято. Следующий вопрос об утверждении члена Общественной палаты Кировской области. Слово предоставляется Юрию Александровичу Балыбердину. Пожалуйста, Юрий Александрович. Уважаемые коллеги, процедура замещения одного вакантного места члена Общественной палаты Кировской области была инициирована временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Игорем Владимировичем Васильевым 7 февраля 2017 года. Депутаты Законодательного собрания в течение 30 дней со дня инициирования процедуры имели возможность направить свои предложения по кандидатам членов Общественной палаты из числа граждан, имеющих особые заслуги перед Кировской областью и обществом. В установленный срок в Законодательное собрание была внесена одна кандидатура Александра Александровича Галицких. В соответствии с установленными требованиями от выдвинутого кандидата получено письменное уведомление о согласии участвовать в процедуре формирования Общественной палаты Кировской области. Согласие представлено кандидатам в установленный срок. В целях проведения проверки кандидата на соответствие требованиям закона был направлен запрос в ОМВД России по Кировской области. Исходя из анализа внесенных документов в отношении кандидата и полученного ответа на запрос, ответственная комиссия на своем заседании 28 марта 2017 года приняла решение о соответствии кандидата в члены Общественной палаты Кировской области Галицких Александра Александровича требованиям, которые установлены статьей 7 Закона области об Общественной палате Кировской области. По итогам рассмотрения Александр Александрович рекомендован комиссией для утверждения членам Общественной палаты. Спасибо. Вопросы, Кирилл Александрович. Пожалуйста, Олег Витальевич. Можно уточнить, кем внесена кандидатура? Кандидатура внесена депутатом Законодательного собрания Кировской области Германом Анатольевичем Гончаровым. Есть ли вопросы к Александру Александровичу Галицкому? Нет. Спасибо. Ставлю на голосование вопрос об утверждении членам Общественной палаты Кировской области от Законодательного собрания Александра Александровича Галицких. Прошу голосовать. За 51, против, воздержался, нет. Решение принято. Данное решение оформляется постановлением. Уважаемый Александр Александрович, поздравляю вас. Желаем вам успешной работы. АПЛОДИСМЕНТЫ Работаю в Общественной палате это доверие оправдать и, конечно, работать прежде всего в интересах граждан, моих земляков. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос о назначении мировых судей. Слово предоставляется Игнатию Витальевичу Имбасинову, заместителю председателя Кировского областного суда. Пожалуйста, Игнатий Витальевич. Добрый день, уважаемые члены Президиума, уважаемые депутаты, присутствующие по поручению председателя Кировского областного суда представляю к назначению на должность мирового судьи судебного участка номер 28 Налинского судебного района Кировской области на трехлетний срок полномочий Берникова Николая Сергеевича. Николай Сергеевич, 1986 года рождения, имеет высшее юридическое образование и стаж работы в области юриспруденции, необходимый для назначения на данную должность. С августа 2011 года является помощником мирового суди судебного участка номер 46 Уржумского судебного района Кировской области. Квалификационный экзамен на должность судьи сдан Берниковым в экзаменационной комиссии Кировской области 3 марта 2016 года с итоговой оценкой «Хорошо». С заключением Квалификационной коллегии судей Кировской области от 10 февраля 2017 года Берников рекомендован кандидатам на должность мирового судьи судебного участка номер 28 Налинского судебного района Кировской области на трехлетний срок полномочий. Решение Квалификационной коллегии судей Кировской области в отношении данного кандидата я поддерживаю и прошу вас, уважаемые депутаты, назначить Берникова Николая Сергеевича на должность мирового судьи судебного участка номер 28 Налинского судебного района Кировской области на трехлетний срок полномочий. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы к Николаю Сергеевичу? Слово предоставляется представителю профильного комитета. Комитет по законодательству и местному самоуправлению рекомендует назначить представленную кандидатуру Берникова Николая Сергеевича на должность мирового судьи Кировской области на трехлетний срок полномочий. Спасибо. Слово предоставляется Константину Марковичу Гозману, депутату от округов, который входит в данный судебный участок. Прошу поддержать на срок полномочий. Ставлю на голосование вопрос о назначении на должность мирового судьи на трехлетний срок полномочий Николая Сергеевича Берникова. Прошу голосовать. За 46 против нет. Один воздержался. Решение принято. Пожалуйста, Игнатий Витальевич, Вам слово. Представляется к назначению на должность мирового судьи судебного участка номер 7 советского судебного района Кировской области на трехлетний срок полномочий Витошкин Дмитрий Сергеевич. Дмитрий Сергеевич с 1983 года рождения имеет высшее юридическое образование и стаж работы в области юриспруденции необходимый для назначения на данную должность. С октября 2006 года является помощником судей Ленинского районного суда города Кирова. Коалификационный экзамен на должность судьи сдан Витошкиным в экзаменационной комиссии Кировской области 20 августа 2015 года с итоговой оценкой «Хорошо». С заключением Коалификационной коллегии судей Кировской области от 10 февраля 2017 года Витошкин рекомендован кандидатам на должность мирового судьи судебного участка номер 7 советского судебного района Кировской области на трехлетний срок полномочий. Решение Коалификационной коллегии судей Кировской области в отношении данного кандидата я поддерживаю. И прошу вас назначить Витошкина Дмитрия Сергеевича на должность мирового судьи судебного участка номер 7 советского судебного района Кировской области на трехлетний срок полномочий. Есть ли вопросы к Дмитрию Сергеевичу? Слово предоставляется представителю профильного комитета. Комитет по законодательству и местному самоуправлению рекомендует назначить представленную кандидатуру Витошкина Дмитрия Сергеевича на должность мирового судьи Кировской области на трехлетний срок полномочий. Слово предоставляется Валерию Васильевичу Крепостнову, депутату от округов, который входит в данный судебный участок. Прошу поддержать на срок полномочий. Ставлю на голосование вопрос о назначении на должность мирового судьи на трехлетний срок полномочий Дмитрия Сергеевича Витошкина. Прошу голосовать. За 50, против нет, воздержалось нет, решение принято. Игнатий Витальевич, пожалуйста, Вам слово. Слово предоставляется к назначению на должность мирового судьи судебного участка номер 63 Октябрьского судебного района города Кирова на трехлетний срок полномочий Никитина Лидия Анатольевна. Никитина Лидия Анатольевна 1974 года рождения, имеет высшее юридическое образование и стаж работы в области юриспруденции, необходимые для назначения на данную должность. С апреля 2011 года является помощником судьи 2-го арбитражного апелляционного суда. Коалитационный экзамен на должность судьи сдан Никитиной в экзаменационной комиссии Кировской области 21 января 2016 года с итоговой оценкой «Хорошо». В заключении Коалитационной коллегии судей Кировской области от 10 февраля 2017 года Никитину рекомендованы кандидатам на должность мирового судьи судебного участка номер 63 Октябрьского судебного района города Кирова на трехлетний срок полномочий. Решение Коалитационной коллегии судей Кировской области в отношении данного кандидата я поддерживаю и прошу вас, уважаемые депутаты, назначить Никитину Лидию Анатольевну на должность мирового судьи судебного участка номер 63 Октябрьского судебного района города Кирова на трехлетний срок полномочий. Спасибо. Есть ли вопросы к Лидии Анатольевне? Слово представителю профильного комитета. Комитет по законодательству и местному самоуправлению рекомендует назначить представленную кандидатуру Никитиной Лидии Анатольевны на должность мирового судьи Кировской области на трехлетний срок полномочий. Слово предоставляется Геннадию Валерьевичу Коновалову, депутату от округа, в который входит данный судебный участок. Уважаемые коллеги, прошу поддержать на срок полномочий. Спасибо. Ставлю на голосование вопрос о назначении на должность мирового судьи на трехлетний срок полномочий Лидии Анатольевны Никитиной. Прошу голосовать. За 50. Против. Воздержалось нет. Решение принято. Значит, Игнатий Валерьевич, спасибо вам. Уважаемые коллеги, у нас осталось рассмотреть 4 вопроса. По регламенту у нас с вами перерыв. Или рассматриваем 4 вопроса и после этого прервемся. Или делаем перерыв. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы рассмотреть вопросы без перерыва. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. За 34 против 15 без перерыва. Продолжаем работать. Следующий вопрос о проекте федерального закона о внесении изменений в статью 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Слово предоставляется Ирине Геннадьевне Морозовой, заместителю председателя комитета по социальным вопросам, автору предложения. Пожалуйста, Ирина Геннадьевна. Уважаемые коллеги, на ваше рассмотрение выносится проект федерального закона о внесении изменений в статью 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Законопроектом предлагается установить ответственность за совершение в отношении сотрудников медицинских учреждений действий, сопряженных с угрозой применения насилия. А именно, предлагается дополнить с статью 20.1 Мелкое хулиганство Кодекса об административных правонарушениях, частью 3, предусматривающий наказание в виде административного ареста за совершение в отношении сотрудников медучреждений действий, сопряженных с угрозой насилия и не повлекших причинения вреда здоровью и жизни. Необходимость внесения данного законопроекта вызвана участившимися случаями нападения на сотрудников, находящихся при исполнении служебных или профессиональных обязанностей. Принятие и реализация указанного законопроекта позволит повысить безопасность медработников и снизить число подобных правонарушений. Законопроект, помимо профильного комитета, рассмотрен и поддержан комитетом по соцвопросам. Правительство Кировской области также готовит распоряжение о поддержке законопроекта. Прошу вас поддержать представленный проект федерального закона. Спасибо. Вопросы к Ирине Геннадьевне? Пожалуйста, Владимир Александрович. Спасибо. Фракция ЛДПР поддержит инициативу нашего коллеги по партии Иванова Сергея Викторовича и просим поддержать данную инициативу. Спасибо. Еще вопросы. Каково решение профильного комитета? Комитет поддерживает. Спасибо. Ставлю на голосование вопрос о принятии постановления, проект которого у вас имеется, о поддержке принятия проекта федерального закона. Прошу голосовать. За 50. Против. Воздержалось. Нет. Решение принято. Спасибо. Следующий вопрос о внесении изменений в постановление законодательного собрания об утверждении состава комитетов законодательного собрания Кировской области 6-го созыва. Слово предоставляется Юрию Александровичу Балыберину. Пожалуйста, Юрий Александрович. Спасибо. Уважаемые коллеги, данный проект постановления предусматривает включение депутата Владимирова Александра Ивановича на основании личного заявления в составе комитета по социальным вопросам и комитета по аграрным вопросам и развитию сельских территорий, переработки сельхозпродукции, предпринимательству и торговли. Проект постановления рассмотрен и рекомендован ответственной комиссии к принятию. Прошу поддержать. Спасибо. Вопросы, Юрий Александрович. Ставлю на голосование вопрос о принятии постановления, проект которого у вас имеется. Прошу голосовать. За 49 против воздержалось нет. Решение принято. Следующий вопрос о внесении изменений в постановление Законодательного собрания 24 марта 2016 года, номер 55, дробь 76. О законодательной инициативе Законодательного собрания области по внесению в Государственную Думу проекта федерального закона о внесении изменений в статью 174 ЖК РФ. Слово предоставляется Роману Альбертовичу Титову, заместителю председателя Законодательного собрания. Пожалуйста, Роман Альбертович. Уважаемые коллеги, нашими предшественниками, депутатами Законодательного собрания предыдущего созыва был разработан и внесен в Государственную Думу проект изменений в статью 174 ЖК РФ, который направлен был на устранение шероховатости внутренних в жилищном законодательстве. Данный проект федерального закона на настоящий момент получил положительное заключение правительства РФ, профильного комитета Совета Федерации, был также поддержан большим количеством коллег из регионов и, наконец, был рекомендован профильным комитетом Государственной Думы к принятию в первом чтении. Предварительно рассмотрение этого законопроекта в Госдуме назначено на 12 апреля всего года. Мною внесен проект постановления о внесении изменений в указанное постановление Законодательного собрания 5-го созыва. В данном постановлении пункт 2 звучал, скажем так, была другая фамилия докладчика. К сожалению, сегодня этого человека уже нет в составе депутатов, поэтому предлагается внести изменения по смене докладчика на заседании Государственной Думы Российской Федерации. Предлагаю докладчикам определить меня как курирующего профильного зама по направлению. В пункте 3 постановления необходимо изменить название профильного комитета, который будет осуществлять контроль за рассмотрением данной законодательной инициативы. Кроме того, в связи с обращением депутата Государственной Думы, члена профильного комитета Шрейдера Виктора Филипповича на присоединение его в качестве субъекта права законодательной инициативы, прошу дать согласие на присоединение депутата профильного комитета к нашей инициативе. Это очень важно для дальнейшего прохождения законопроекта. Прошу принять данный проект постановления. Спасибо. Пожалуйста, вопросы к Роману Альбертовичу. Мнение профильного комитета. Профильный комитет рекомендовал принять данный проект постановления. Спасибо. Ставлю на голосование вопрос о принятии постановления, проект которого вам сегодня роздан. Прошу голосовать. Спасибо. За 49. Против. Воздержалось нет. Решение принято. Следующий вопрос. Информация о деятельности депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Кирилла Игоревича Черкасова. Слово предоставляется Кирилловичу. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Владимир Васильевич, Игорь Владимирович, уважаемые депутаты и приглашенные. Спасибо большое за возможность выступить перед вами, рассказать о той деятельности, которую я веду в Государственной Думе. По статистическому данным Госдумы за время своего пребывания в Госдуме я внес 56 законопроектов, участвовал в разработке 70 законопроектов, выступил более 250 раз и, соответственно, сейчас нахожусь в Комитете по экологии. До этого был в Комитете по аграрным делам и в Комитете по экономической политике. На сегодняшний день основной вопрос, который, я считаю, мы должны обсуждать, это наша консолидация, совместная деятельность депутатов законодательной власти федерального уровня и регионального уровня. Контакты у нас есть, но, к сожалению, выборные баталии, которые сотрясают нашу область, к сожалению, за последние 10 лет это было 3 раза, они приводят к тому, что каждый цикл сбивает вот это сотрудничество, эту работу и приходится начинать с чистого листа. К сожалению, в этом созыве мы опять начали с такого чистого листа, причем начали его, на мой взгляд, не очень продуктивно. В Государственной Думе Федерального Собрания вы знаете позицию большой администрации, позицию президента и нового спикера, господина Володина. За позицию оставили все комитеты, которые были до этого. Точно такое же произошло распределение по замам комитета. И поверьте, даже сейчас, когда в Госдуме явное большинство Единой России находиться в зале намного комфортнее, чем было находиться, когда, скажем, спикером был господин Грызлов. То есть действительно сегодня создана рабочая атмосфера, когда председателями комитетов являются представители оппозиционных партий, у них есть возможность задавать вопросы, дискутировать с коллегами, есть возможность вносить свои предложения. Сегодня, к сожалению, такого у нас здесь нет. И на мой взгляд, здесь Киров чуть-чуть отстает от Федерации. То есть не считаю абсолютно зазорным, если мы иногда будем посматривать в сторону Москвы, в сторону Федерального центра и находить какой-то консенсус для того, чтобы у нас была возможность не только объяснить ту политику, которую надо сегодня проводить, но и услышать мнение людей, гражданского общества, экспертов, отраслевых союзов. А где это не сделать, как в комитетах. Поэтому еще раз обращаюсь к руководству Законодательного собрания, к руководству «Единой России». Это ваша добрая воля. Давайте посмотрим на Москву, давайте брать хорошие примеры из Федерального центра с тем, чтобы здесь представители прежде всего парламентских партий имели возможность не только голосовать и не только участвовать в обсуждении, но и принимать какое-то активное участие в формировании этих вопросов. На мой взгляд, это важно и выгодно всем. Второй вопрос, это, конечно, та смена в исполнительной власти, которая произошла. Мы, к сожалению, отмечаем, что та преемственность, которую нам хотелось бы, чтобы она была от периода к периоду, она не наблюдается. По объективным причинам в данном случае все прекрасно понимаем, но мы задаем вопрос исполнительной власти. Когда мы сядем за стол переговоров с законодательным собранием, с общественностью города, с общественностью области, с экспертными советами, с людьми, которые живут в этом регионе, и которым не безразлична судьба земли и судьба людей, которые здесь проживают. Я говорю о том, что до сих пор не представлено и не озвучено ни на одном совещании, когда появится хотя бы проект программы развития Кировской области, когда появятся наброски дорожной карты развития Кировской области. Причем не общие цифры, а нам бы хотелось посмотреть все отрасли, нам бы хотелось увидеть и обсудить с коллегами все направления. И в данном случае, я думаю, здесь я буду поддержан коллегами из других фракций. В наших рядах есть профессионалы и есть люди, которые имеют, с одной стороны, большой жизненный опыт, а с другой стороны, это люди, которые построили серьезные предприятия, которые участвовали и работали в разработке многих программ. И мы готовы туда привнести, мы готовы сотрудничать, готовы обсуждать. Ведь без оппозиции вы даже иногда не можете увидеть того, что происходит у вас внутри. Мы неоднократно указывали на те проблемы, которые были в дорожной отрасли. Мы говорили о том, что ни Щелочков, ни другие товарищи, они не профессионалы. Но сейчас следственные органы, слава богу, разобрались с этим, и мы понимаем, что мы очень много потеряли. Прежде всего, мы потеряли возможность брать деньги из федерального бюджета. Коллеги, задумайтесь, мы не заявили на 2017 год ни одного нового проекта. Это не потому, что новые не успели сделать, а потому, что старые не подготовили. Потому что профильный комитет законодательного собрания в предыдущем своем составе не слышал нас, когда мы говорили, что давайте предоставлять федерацию хотя бы 2, 3, 4 новых инфраструктурных проектов. Давайте начнем проектное финансирование, давайте начнем изыскательские работы с тем, чтобы убрать с федерального центра деньги. Такая же ситуация у нас в АПК. То есть у нас идет явный перекос между крупными агрохолдингами. Спасибо, что они встали на ноги. Они действительно создали рабочие места, они обеспечивают налогооблагаемую базу. Но кроме них у нас еще очень много земли, которая пустует. И у нас есть люди, которые хотят работать на селе. Мы говорим о том, что в районах тяжело, в районах нет денег, нет налогов, нет налогооблагаемой базы. А откуда они появятся, если поддержка распределяется только между крупными, а мелкие по остаточному принципу? И сегодня, на мой взгляд, нужна персональная ответственность тех, кто в АПК отвечает за распределение субсидий и за программу развития. Ну хватит нам показывать отписки и рассказывать, что нет денег, сокращаются выделяемые средства, и, соответственно, мы не можем в Москве отстоять. Ну, во-первых, это неправда, а во-вторых, я вам скажу, что если чиновник приходит и год работает, и после года говорит, что у него не получилось, наверное, у него должна проснуться совесть, и он должен просто уйти в отставку. Если ты не смог обеспечить результатов, если ты не смог обеспечить показатели, зачем ты тогда сидишь в своем кабинете и занимаешь свое место? Вопросы, которые поднимались в предыдущем периоде, они стояли точно так же по отдельным гражданам. И мы видим, что вот эта вот консолидация и усиление работы правоохранительных органов, в том числе с общественностью, в том числе те сигналы, которые коллеги из Коммунистической партии вместе с нами поганжели. Мы 8 лет об этом говорили, ну посмотрите, что происходит. Все знают, что есть Ганжела, все знают, что в нескольких районах он просто разрушил инфраструктуру, а он свободно ездил, встречался, общался, его поддерживали отдельные товарищи. Слава Богу, сейчас это закончилось. Слава Богу, что нашли возможность и решили вопрос с организованной преступностью. Ну, нашли же силы. Так давайте вместе посмотрим сегодня, на мой взгляд, самое важное, что сегодня есть, это инвестиционная привлекательность Кировской области. Да, мы можем с вами войти в предвыборный клинч, мы обязательно в него войдем летом. Но давайте вот как-то разделим эти два потока, и ЛДПР готовы со своей стороны к этому диалогу. Мы считаем, что сегодня инвестиционная привлекательность на невысоком уровне. Для того, чтобы ее изменить, мы должны все вместе как минимум собираться хотя бы раз-два в месяц и обсуждать программы, обсуждать проекты, обсуждать конкретные отрасли. И, Игоревич, я вас, конечно, уважаю, но прислушайтесь к мнению оппозиции. Мы тоже иногда понимаем, кто профессионал в своем деле, а кто не профессионал. И если даже из наших коллег здесь, очень уважаемых единороссов, есть люди, которые могут, на мой взгляд, намного больше написать и сделать для исполнительной власти. Понятно, что по каким-то причинам они или в бизнесе, или в каких-то других организациях. Но прислушайтесь вы к ним, прислушайтесь вы к тем, кто у нас есть в справедливой России, великолепный специалист по сельскому хозяйству. Давайте посмотрим вместе, как это решить. И поверьте, если в счетной палате появятся представители оппозиции, то вам, как губернатору, будет легче работать, потому что нам нечего скрывать. И посмотрите на фракцию ЛДПР. Молодые ребята, все с высшим образованием, все готовы работать, все готовы участвовать. И поверьте, они уж точно подскажут, что если какой-то чиновник, неважно, на региональном уровне, на районном, вдруг что-то начнет делать не так, мы первые придем, и колокольчики прозвенят. Это я уже не говорю про возможности каких-то депутатских запросов и расследований и так далее. Мы хотим конструктива, мы хотим, чтобы вашей команде удалось действительно что-то сделать, и это было на благо Кировской области. Нам очень хочется, чтобы та экономическая ситуация, которая сегодня складывается, она не отражалась на жителях области. Ведь посмотрите, мы по всем практически экономическим показателям, еще раз повторяю, может быть по объективным причинам, где-то не субъективным, но мы почти в самом-самом низу в России. А мы ведь серьезные с вами политики, которые знают, что можно что-то сделать. То есть это же не ситуация, когда она безвыходная. Надо просто засучить рукава и вместе работать. И мы готовы к этому. Уважаемые коллеги, на сегодняшний день, наверное, все ждут каких-то предвыборных баталий, то есть каких-то там союзов, еще чего-то. Я предлагаю вам развести эти две стороны нашей жизни, и здесь, в кабинетах этого здания, с исполнительной властью, законодательной, засучив рукава, вместе сесть и сделать программу развития области, сделать так, чтобы мы в следующем году имели возможность получить больше с федерального центра, нам неоткуда больше с вами взять. А инвесторы к нам реально придут через 2-3 года, когда действительно мы им докажем, что мы конкурентоспособны. Поэтому спасибо еще раз за представленную возможность выступить. Я благодарен и надеюсь, что дальше мы будем сотрудничать, дальше мы будем встречаться, вместе работать. ЛДПР в этом плане всегда за конструктив. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Равел Игоревич. Кирилл Игоревич, в вашем спичке в каком месте информация о вашей деятельности в Госдуме? Мы не увидели, по повестке дня вы должны были отчет сделать, а не призыв какой-то выталкивать, что, собственно говоря, произошло. Спасибо вам большое за очень глубокий вопрос. В самом начале я вам сказал, что я внес определенное количество законопроектов, выступил в Государственной Думе, могу добавить, абсолютно с вами согласен, за это время я принял более 7,5 тысяч граждан и более 20 тысяч обращений, на которые направил соответствующие запросы в соответствующие органы. Спасибо вам за подсказку, извините. Спасибо. Пожалуйста, Сергей Курлинович. Я хочу поблагодарить сегодня, как говорится, коллегу депутата. Действительно, у нас точно такая же сегодня позиция по отношению к исполнительной законодательной власти мы поддерживаем, Кирилла Игоревича. И в то же время хочу возразить коллеге депутата Нургалееву о том, что сегодня Государственная Дума принимает только законы. Законы, действительно, я еще раз хочу подтвердить, я видел Кирилла Игоревича, как он работал в шестом созыве и действительно, так сказать, активно задавал вопросы как министрам, касающиеся Кировской области и в целом Российской Федерации, ну и касающиеся вопроса, так сказать, той ситуации, которая, в общем-то, на территории Российской Федерации имеет место быть. Поэтому в заключении хочу сказать, фракция КПРФ поддерживает вот те предложения, которые сегодня прозвучали из УЗ Кирилла Игоревича. Спасибо. Пожалуйста, Владимир Александрович. Благодарю. Коллеги, для тех, кто, может быть, упустил и не совсем внимательно слушал доклад, ключевое, что фракция ЛДПР обозначает фракция в законодательном собрании, это вопрос консолидации, вопрос сотрудничества. У нас сейчас осталось всего три депутата в Государственной Думе, с которыми мы наверняка должны взаимодействовать, и мы взаимодействуем. Не у всех фракций есть, ну так скажем, по противному принципу свой депутат, который может обозначать интересы жителей Кировской области в Государственной Думе посредством участия депутатов законодательного собрания. И ключевая мысль, давайте консолидироваться. У нас сейчас в законодательном собрании происходит такая вещь, что законопроекты оппозиционных партий на этапе их включения в повестку уже буксуют. Причем не потому, что они плохие, а потому, что они законопроекты оппозиционных партий. Вот всецело поддерживаю позицию о том, что нам нужно консолидировать усилия, тем более времена непростые, как, собственно, и всегда. Призываю всех коллег в рамках работы в законодательном собрании объединиться, и тогда мы, наверное, сможем предлагать в том числе Государственной Думе через наших депутатов достойные законопроекты, которые отразятся на жизни не только жителей Кировской области, но еще и всей страны. Спасибо. Спасибо. Я буквально два слова. Спасибо, Кирилл Ильич. Мы, кстати, так, чтобы было понимание об этом, мы сегодня встречаемся. Будем обсуждать... Мы сегодня встречаемся и будем обсуждать в том числе эти вопросы. У меня такое вот первое наблюдение. У нас, на мой взгляд, очень спокойная и здоровая обстановка в законодательном собрании. Любой коллега может выйти на трибуну, высказать свою точку зрения абсолютно правильную, понятную. И мне кажется, это абсолютно разумно. Те вопросы, которые сегодня поднимаются, они абсолютно справедливые, имеют право на существование. Я пока вот считаю, что любой человек может работать с исполнительной законодательной властью, если у него есть толковые, конкретные предложения, примеров тому масса. Мы встречаемся вне зависимости от представительства той или иной политической партии в экономическом совете при губернаторе. Мы работаем по разным направлениям, по вопросам здравоохранения, образования. Здесь мы готовы выслушивать любую точку зрения, которая конструктивно и направлена на решение проблем жителей Кировской области, на формирование инвестиционного климата, на освоение земель, сельхозназначения. Все это находится в повестке дня. Поэтому, если позитивные, конструктивные мысли есть, нужно выходить с ними на трибуну и высказывать. Спасибо. По поводу... Ну, ладно, не буду ввязываться в дискуссию, повседневная работа она идет. Кирилл Игоревич, у меня конкретный вопрос. Знаете, как говорят, вы про консолидацию сказали, начните с себя. 10 февраля в одной из кировских газет вышло ваше интервью. ЛДПР будет голосовать против отмены компенсации для ветеранов. Значит, мы в свой адрес там услышали, что мы там отнимаем антинародное начинание, там, лишаем работающих ветеранов жертвополитических экспрессий. Это, помните, был у нас законопроект в прошлом заседании о приведении в соответствии с положениями жилищного кодекса новыми, которые были приняты. То есть мы все услышали от вас в свой адрес, Кирилл Игоревич. Только проблема в том, что за эти самые положения, в соответствии с которыми мы приводим, вы в первом и третьем чтениях, согласно базе данных Государственной Думы, голосовали. Вопрос. Это было что? Где тут консолидация? Где тут единая позиция? То есть вы просто взяли, передернули. А кажется, вы сами голосовали. Скорее, не вопрос, а реплика просто и пожелание. Спасибо вам большое за и реплику, и за вопрос. Коллеги, ну ни для кого не секрет, что избирался я от партии ЛДПР и состою я в этой партии. И решение по консолидированному голосованию у нас принимается Высшим Советом и Президиум фракции. Поэтому, если принято такое решение, то, коллеги, здесь вот совершенно спокойно об этом говорим. Но если пройти дальше, то поймите, что когда приходит женщина, у нее трое детей на прием вчера, и у нее пособие 202 рубля, а ей предлагают перед тем, как двое детишек сейчас должны пойти в первый класс, заплатить 1200 рублей за то, чтобы их подготовить к первому классу, это 2400. И плюс ей предлагают купить форму за 7500 у определенной фирмы в определенном месте города. Это еще 15000. Когда она приносит форму на свою дочку, которую она купила сама, а ей говорят, нет, эта форма не подойдет. Я говорю о том, что у нас, к сожалению... О законе в Кировской области, что ли, который принят такой, да? Это, я думаю, что факты для прокуратуры МВД, которые Вы сейчас предлагаете. Надо совершенно спокойно написать об этом заявление по итогам личного приема. А не впечатлять нас здесь. Коллеги, на то, что много очень вопросов, я специально не стал уходить в цифры и вот в эти проблемы. Вы для этого являетесь депутатом Государственной Думы, проводите личный прием, по итогам которого, в том числе виновные в тех безобразиях, которые Вы сейчас говорите, должны быть наказаны. Я очень надеюсь, что это так произойдет. Так а Вы написали это заявление или нет? Вот у меня сейчас большое желание встретиться с этой женщиной и написать заявление от себя. Потому что я не вижу тогда, в чем состоял Ваш личный прием. Василий Гуприянович, пожалуйста. Коллеги, я Кирилла Игоревича знаю давно, мы не состояли в одной партии, но я его знаю по работе в Государственной Думе. Он работал в том комитете, который мне всегда был интересен, в комитете по аграрным вопросам, был первым заместителем председателя комитета. И действительно, я подтверждаю, что всегда занимал позицию в интересах аграрии всех и Кировской области в том числе. Я сегодня услышал ряд конструктивных предложений, они, наверное, нам надо к ним действительно прислушаться. Есть вопросы все-таки, ну да, мы работаем совместно по каким-то вопросам, да. Но Кирилл Игоревич правильно сказал, что надо иногда смотреть, вот как решают вопросы в федеральный центр. К примеру, к тому же формированию Государственной Думы, да. В Кировской области, к сожалению, посыл президента Российской Федерации не услышали. И ни одного председателя комитета нет, ни от партий, которые занимают парламентские и являются оппозиционными, ни одного, ни одного оплачиваем места, ни одного комитета, значит, ни у кого нет помощников. Ну, разве в этих условиях можно одинаково работать? Да, мы готовим все равно при этом и предложения, и мы каждый на своем месте, учитывая, что мы работаем, значит, на своих местах, занимая определенные должности, мы решаем вопросы в интересах Кировской области, мы создаем продукцию, мы платим налоги, мы участвуем в общественных мероприятиях. Но вот то, что сказал Кирилл Игоревич, наверное, надо как-то вот эти вопросы, здесь не просто то, что вот одна партия решила, все она держит в руках, и, значит, это неправильно. Вот когда мы будем действительно консультировать и все здравое, значит, прислушаться к мнению других, решать вопросы в интересах развития экономики и в решении улучшения жизни людей, тогда у нас будет в области значительно лучше. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Василий Куплевич. Владимир Александрович, о существу или о защите? Да, о существу. Пожалуйста. Зачем? Я не уверен, что тут не нужна никакая защита, во-первых. Во-вторых, с учетом того, что у нас нет пяти минуток в начале выступления, откровенно говоря, долго думал, куда вставить реплику, которая сейчас последует. Ну, наверное, вот она сюда больше всего подойдет. К вопросу конструктива. У нас мной, депутатам Сыкчиной, а также Сыкчиной и Сураевым вносились два законопроекта, которые даже до пленарного заседания не дошли. По причине того, что у нас есть правоуправление, есть председатель ЗАГС Собрания, который на основании заключения правоуправления принимает решение, включать законопроект в повестку или нет. Есть некое заключение, базирующееся на нормах, которые в ответе нам приводят. Так там ни одной нормы по существу, коллеги, это вот к вопросу о том, что давайте по существу. Давайте конструктив, где здесь? То есть два законопроекта, их даже не доносят до комитета. Если есть мнение о том, что они не соответствуют, давайте на комитетах обсуждать эти вопросы. Что касается того, что там прописано было в этих законопроектах, в частности предлагалось пересмотреть меры соцподдержки молодых семей, семей, имеющих детей. Как раз-таки те самые 851 рубли, о которых мы говорим. Опять же не дошел вопрос даже до комитета. Коллеги, это неконструктивно. Если здесь есть какие-то стопоры, давайте это обсуждать. Пусть правовое управление укажет на те ошибки, которые существуют. Давайте их устраним и внесем. Но на мой взгляд, там нет ни одной ошибки, препятствующей для внесения этих проектов до комитета и тем более до пленарного заседания. Соответственно, конструктив, о котором мы говорим, собственно говоря, камень преткновения, на мой взгляд, о которой сейчас споткнулись, он отсутствует. И дальше вот как раз мы будем перекидываться какими-то претензиями, не более того, нежели чем проще было бы, на мой взгляд, собраться на комитете, обсудить. Пример того, что у нас прошло на прошлом комитете по инициативе, опять-таки, депутата Сыкчиной, мы-то слышим. И если министерство профильное говорит, что реализация тех норм, которые мы предлагаем в законопроекте, помешает тому, чтобы мы, допустим, поучаствовали в программе по замене лифтов, закон отзывается. Это к вопросу о конструктиве. Вы услышите? Спасибо. Спасибо. Услышали. Пожалуйста, Ольга Валерьевна. Да, я еще немножко хотела добавить. Изначально по работе Кирилла Игоревича, я как руководитель общественной приемной, я знаю, как Кирилл Игоревич проводит личные приемы, знаю, сколько поступает обращений, сколько мы направляем депутатских запросов и в какую стену мы ударяемся с этими запросами. Как мы не видим обратной связи по работе с гражданами, не идут к нам на встречу, не слышат, не хотят слышать. И прокуратура тоже мало чем бывает порой помогает, когда вопросы касаются изменения, внесения изменений в законодательство того же Кировской области. Ну и что касается еще выше сказанного, ранее сказанного у нас Владимиром Костиным, хотелось бы тоже свое мнение отразить. То есть то, особенно по последнему законопроекту, что касается госдолжностей. Я вижу двойной подход, двойные стандарты. Когда у нас лишают госдолжностей, у нас ссылаются на позицию Конституционного суда. Когда же у нас лишают детей, родители компенсации за детский садик или обсуждают законопроект по поводу сельских учителей установления какого-то лимита, то тут мы про позицию Конституционного суда забываем. Причем я о ней указывала. И указывали другие депутаты. Не только этого. Руководители, сельскохоз, товаропроизводители. Мы убираем те гарантии, которые у нас были установлены, подрывая доверие к законодательным органам, закону. Спасибо. Пожалуйста, Герман Анатольевич. Уважаемые коллеги, я немного не понимаю вопрос повестки дня, отчет депутата. У нас здесь обсуждаются все другие вопросы, которые до этого повестка дня обсуждали. При этом на комитетах и все остальное придерживаться, наверное, нужно все-таки повестки дня и обсуждать конкретные ответы. Я хотел бы привести пример. Вот там ряд депутатов, которые и в те созывы работали в Государственной Думе и в Совете Федерации, реально предпринимают меры и решают вопросы с министерствами, ведомствами по конкретной территории, от которой народ доверил представлять интересы в Государственной Думе и Совете Федерации. Мы хотели бы сегодня услышать конкретно дела, те решенные за много лет. Я тоже Кирилл Игоревича знаю давно. Хотелось бы сегодня услышать именно это, а не политические заявления и дебаты подготовки на этой площадке, законодательное собрание о том, что где-то кто-то не решил, кто-то кого-то не услышал. У нас все проходит в рамках регламента, или кто-то это неверно отображает, потому что все идет через голосование, обсуждение, и все как планомерно идет в соответствии с нормативно-правовой базой законодательного собрания. Значит, если что-то нет, то вы, естественно, обращаетесь в другие структуры, но этого пока нет. То есть, где конструктив, значит... Владимир Александрович, Владимир Александрович, прощаю. Спасибо большое за вопрос. Уважаемый Кирилл Игоревич, хотелось бы после всего этого обсуждения пожелать вам успешной работы и более активно отстаивать интерес области на федеральном уровне. Вот тогда, я думаю, мы и с вами все вопросы решим. Спасибо. Спасибо большое, но тогда неудобно просто перед коллегой, он же вопрос задал. Это уже не вопрос, а ремарка. Он попросил рассказать, в каких программах и что сделано для области. Вот с этого надо было начинать, а мы сейчас в конце. Давайте мы закончим ваш отчет. Я думаю, что у вас еще будет время выступить повторно. Спасибо большое за возможность высказать. Спасибо, коллеги. Я думаю, что мы еще рады будем выслушать вас, услышать о тех проектах, программах, инвесторах, которые вы привели на территорию, и продолжим работу. В разном у нас записался Гончаров Герман Анатольевич, пожалуйста, и Василий Куприанович, приготовьтесь. Что? Реклама. Да, спасибо. По регламенту мы идем. И по времени, да. Три минуты. Спасибо, Глент Витальевич. По делу я буду. Уважаемые депутаты, напоминаю, что в декабре прошлого года началась процедура формирования молодежного парламента при законодательном собрании Кировской области. В распоряжении председателя законодательного собрания был определен срок формирования молодежного парламента до 15 марта текущего года, а также утвержден состав конкурсной комиссии в количестве 13 человек. В состав комиссии вошли депутаты законодательного собрания, представители всех политических партий, представленных в законодательном собрании Кировской области. Всего состоялось три заседания конкурсной комиссии. В установленный срок поступило более 200 заявок. Ряд заявок были недопущены до участия в конкурсной отборе, так как не соответствовали установленным требованиям, отсутствовала конкурсная работа, либо не была заполнена заявка или согласие на обработку персональных данных. В ходе рассмотрения поступивших заявок в соответствии с конкурсными процедурами, предусмотренным положением в молодежном парламенте при законодательном собрании Кировской области, каждый член конкурсной комиссии имел возможность ознакомиться с поступившими работами, узнать мнение депутата по кандидатам членов молодежного парламента, а также лично побеседовать с каждым из претендентов. Путем голосования членов конкурсной комиссии на последнем заседании были определены 54 кандидата, включенных в состав молодежного парламента. 15 марта 2017 года состав молодежного парламента утвержден распоряженным председателем законодательного собрания Кировской области. Первое пленарное заседание молодежного парламента планируется провести 4 апреля 2017 года. Нам всем необходимо будет избрать председателя молодежного парламента, двух заместителей и председателей комитета. Всем депутатам от имени председателя законодательного собрания Кировской области было направлено приглашение принять участие в пленарном заседании. Пользуем случаем. Выражаю славоблагодарность членам комиссии за активную совместную работу и еще раз приглашаю депутатов, особенно председателей комитетов комиссий, поучаствовать в работе молодежного парламента 4 апреля текущего года. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо. Слово предоставляется Сураеву Василию Гуприяновичу. Пожалуйста, Василию Гуприяновичу. Уважаемые коллеги, я остановлюсь на таком вопросе. У нас область находится в сложнейшем положении, в экономическом. Ну, знаете, какой сегодня государственный долг. Надо сказать, правда, объективно, что руководство правительства делает все для того, чтобы те кредиты, которые взяты были в коммерческих организациях, были замещены на кредиты из федерального бюджета, и эта работа проводится. В то же время надо решать вопросы и по сокращению наших расходов. Уже сегодня говорилось о том, что носились законопроекты, касающиеся госдолжностей и иных. Значит, впервые это был внесен закон мною, это еще в прошлом году. Далее было представление прокуратуры Кировской области. От 29.02.2016 года в Законодательное собрание об устранении нарушения федеральной законодательности в сфере регионального нормотворчества. Это касалось и 1446-го закона, и других, в котором неоправданно установлены льготы и привилегии лицам, занимающим государственные должности. Никто, наверное, не считал, сколько это выплачивается сегодня. Я бы попросил, Игорь Владимирович, чтобы дали поручения и довели до депутатов, сколько, не надо пофамильно перечислять, по категориям, сколько бывших членов правительства, членов тех, кто на освобожденной основе были работали в Законодательных собраниях, контрольных органах и других, и какие суммы получают в динамике за последние три года. Я скажу, что эти суммы увеличиваются. Сегодня они превышают, вместе с муниципальными, превышают сотни миллионов рублей. И через каждые пять лет эта сумма увеличивается в одну треть. Поэтому вот эти вопросы надо посмотреть, потому что в федеральном законодательстве там сказано, что да, региональный законодатель имеет право применять определенные нормативные акты, которые должны соответствоваться федеральным законодательству и возможностям регионального бюджета. Что же мы получаем? Мы получаем, когда отдельные лица у нас имеют право на получение надбавок к пенсии доплат, суммы, превышающие в десяток раз среднюю пенсию по Кировской области. Что это справедливо? И на каких это основаниях? Поэтому вот здесь тоже надо. Это, конечно, не те миллиарды, не полтора миллиарда, которые у нас дефицит, к примеру, да, может быть реальный, но это серьезная сумма. Часть из этих средств можно направить на решение социальных вопросов. И я надеюсь, что вы услышите. Спасибо. Спасибо, Василий Куприянович. Уважаемые депутаты, как мы уже вас информировали, 6 апреля запланировано совещание с председателями представительных органов муниципальных районов и городских округов Кировской области. Проект программы был вам разослан. Приглашаю принять участие. Напоминаю депутатам о необходимости до 1 апреля представить сведения о доходах, расходах, имуществе на себя, супругу и несовершеннолетних детей. Учитывая, что 1 апреля нерабочий день, прошу предоставить сведения позднее в 16 часов завтра. На этом повестка пленарного заседания закладательного собрания исчерпана. Следующее заседание планируется 27 апреля. Всем спасибо. До свидания. Чай накрыт. Прошу зайти попить.